Право знать. Говорит Москва. Обзор прессы. В 8.36 у микрофона Эльвира Хасановича. Аргументы и факты публикуют статью под названием «Мести неплохо-плохо не мести. Сколько можно заработать, убирая улицы?» Таким вопросом задалось издание. Сколько получают трудовые мигранты? На этот вопрос ответил корреспондент. А Ифа, она провела утреннюю смену вместе с дворником из Узбекистана. И вот он ей рассказал много чего интересного. Об этом читайте в свежем выпуске издания. «Вечерняя Москва» рассказывает нам о том, как мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке после победы сборной Мексики над сборной Германии. Он, как пишет издание, совершил личную победу, сделав предложение своей девушке прямо в фан-зоне московского стадиона «Лужники». Вот видеозапись этого трогательного момента уже в сети. И в том числе можно посмотреть ее в «Вечерке», ну и прочитать об этом тоже в «Вечерней Москве». РБК «Дели» пишет нам про пенсионную реформу. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста и НДС. Реформа предложена в заведомо жестком варианте, чтобы Кремль мог вмешаться в ситуацию и смягчить предполагаемые меры. Так считают эксперты, опрошенные РБК. Подробнее об этом в свежем выпуске издания. Российская газета разъясняет, как именно пройдет реформа от Минобороны, в ходе которой в гражданских вузах исчезнут военные кафедры. Вместо них появятся специальные учебные центры, которые будут реализовывать все три программы военного обучения, пишет Российская газета. Подробнее об этом в свежем выпуске издания. Коммерсант публикует материал под названием «Столичному мусору отмерили 7 лет». Как стало известно, коммерсанту в Минприроды поступили предложения изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в Москве. Знакомый ситуацией собеседник сказал изданию, что поправки разработаны властями столицы. И речь идет о замене общественного обсуждения проектов создания таких объектов на решение специальной комиссии, а также сокращение размера санитарно-защитных зон для создания, цитата, погрузочно-разгрузочных железнодорожных составов. Вот подробнее об этом и что еще сказали источники коммерсанта, читайте в свежем выпуске издания. Ведомости пишут о том, что с 2020 года может быть введена пошлина за любую интернет-покупку за рубежом. Чиновники при этом обещают, что снизит размер этой пошленности. Подробнее пошлины об этом читайте в ведомостях. МКРУ публикует большую статью, посвященную вот этому таксисту, сбившему людей на Ильинке. Это очень громкий случай, его обсуждают практически все СМИ. И пишет издание о том, что вот этот вот гражданин Кыргызстана был поваром в Москве. Он работал, делал суши, а у себя на родине он был чемпионом по панкратиону. Ну и сам он говорит, что занимался спортом и не пьет. После того, как его задержали, он также сказал, что не досыпал, что работал по 20 часов и спал по 2 где-то часа, но не хотел бросать работу, потому что это его заработок. И вот о личности вот этого Анарбека МК рассказала, например, его родственница, живущая в Подмосковье. Она сказала, что это очень хороший парень, он из небогатой семьи. Ну вот очень старался работать, чтобы помочь своей семье и своим детям. Подробнее об этом читайте в большой статье в МКРУ. 8.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва». Внимание! Внимание! «Говорит Москва». 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Серёжа, пастушок, поиграем, поиграем, поиграем. Ранья, друг Серёжа, в серебре на рожок. Восемь часов сорок минут, понедельник, восемнадцатое июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это РАДИО «Говорит Москва». ГОВОРИТ МОСКВА! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. И Сергей Доренко, доброе утро. Слушайте, я, значит, с этим парнем... Да, я хотел сказать, что ни у одних у нас. Здесь есть новости из Франции, как какая-то женщина бегала с криками «Аллах Акбар» и порола ножом всех. Ну, говорят, может, она не очень в себе. Во Франции задержали женщину, бросившуюся на людей в супермаркете с ножом и криками «Аллах Акбар». Она родилась там, и вот это очень типичная вещь, это эмигранты второго поколения, которые живут во Франции, и которые, тем не менее, преисполнены ненависти к французам. И к своему, ну, теперь уже своему родному французскому обществу, да, потому что они тут родились. Она кричала «Аллах Акбар» и порола их ножами, одному ключицу и бедро, ножом, а удар, а другому надбровную дугу, кассир. Кассир, насколько я понимаю, был мужчина, и он получил удар в надбровную дугу, в лицо ножом. Ну, ее скрутили и все такое-то, и все такое, да. Хорошо, в смысле ничего хорошего, но это будто бы единичная атака человека с психическими расстройствами, ничего особенного, никакого отношения к терроризму не имеет, а мы просто привыкли вот так напрягаться. А с этим таксистом он террорист или нет? Ну, когда я увидела видео, собственно, у меня возникли большие сомнения в том, что это все было непреднамеренно. Ну, когда я посмотрела видеозапись задержания, ну, с задержания, да, где он объясняет, и как он себя ведет, либо он очень хороший актер, потому что я как-то прониклась. Ну, он жалкий, ну как, ну вот он черный нож, жалкий. Я подумала, что он действительно мог перепутать эти педали, спасая свою жизнь, вот так вот вывернуть руку. Нет, не мог, нет, не мог. Когда ты 20 часов не спишь один день и второй день, мне кажется, ты можешь все. Когда ты 20 часов не спишь, ты совершаешь ошибки, и эти ошибки связаны не с гипервозбуждением, они связаны с торможением. Ну, вот и второй день не спишь. Так я поняла, что он хотел вступить в место другой машине, как он и сам объясняет. Да. И вместо того, чтобы притормозить, заворачивая, он нажал на газ. А чтобы спасти свою жизнь, он просто выявил на тротуар, не сталкивался с другой машиной. Мы вот сейчас спросим у людей, которые там с медициной как-то связаны. Но я знаю, что такое гиперусталость. Я знаю, что я работал переводчиком и с большими делегациями, значит, и переводил, ну, практически синхронно, постоянно, превращаясь в машину, в автоматы. Спал по три часа в день, и, так сказать, там понятно, что на четвертый, на пятый день ты уже не можешь. Ну, сначала, на первый день ты работаешь, на второй день ты блистательно работаешь и превращаешься в робота, на третий день ты все еще робот, но уже похуже, на четвертый день, а ты все время не спишь при этом, а на четвертый день ты уже очень плохой медленный робот. То есть, у тебя из тебя слова, ты вспоминаешь синонимы, ты даже по-русски не можешь говорить уже. Ты не можешь говорить даже по-русски, понимаешь? Ты так думаешь, вот как это называется? Ну, как бы мозг отключается, мозг отключается. Да, я понимаю, но есть некие вещи уже на автоматизме. То есть, например, ты должен налить себе чай, но вместо кружки ты льешь, например, в кастрюлю или просто на стол. Я знаю, но машина требует умения кое-какого, потому что она глохнет. Машина любит глохнуть, понимаешь? Ты не училась водить какой-нибудь трактор, нет? Нет. Машина любит глохнуть вообще, да? Такси часто бывают на ручке, и машина любит глохнуть, а там надо мягко работать с цеплением, для этого нужно, так сказать, иметь искусство. И вообще говоря, он же сначала сбил знак, понимаешь? Он сбил знак, а после этого машина... Вот я тебе объясню по водительству. Нет, почему знак? Сбил знак сначала. Он огибает одну машину впереди стоящую, едет сразу по тротуару по людям и останавливается у знака. В смысле, знак его тормозит. Собственно, он поэтому и останавливается. Значит, машина хрупкая вещь в этом смысле, что ее тяга, ты будешь удивлена, она не может, например, через кирпич вот так вот с места, ну, не всякая машина с места вдруг поедет через кирпич, да? Потому что ей надо немножко разогнаться. Ну, например, отъехать на полметра, и тогда через кирпич переехать. Или там прыгнуть на бордюр тоже не всякая машина может, потому что машина, в общем, она слабая. Это же там через вращение все это, и все эти лошадиные силы, которые, про которые нам говорят, это не настоящие лошади, которые хрипят и раздувают ноздри. Нет. Значит, человек делает осознанные действия резко, ведет резко, боевито, четко. А то, что он жалобится потом в кадре, это, знаешь, извини. Ну, давай проголосуем. Давайте, давайте. Скажите, что вы думаете по поводу этого чудесного киргизского водителя? Значит, я даю два номера. Первый. Он делает это нарочно, 134-21-35, осознанно. Он давит людей осознанно. 134-21-35. Он делает это случайно во сне, там, ну, как-то, вот, так сказать, там, помрачение ума от усталости. Он давит людей от усталости. Ну, как это от усталости? Что значит от усталости? Я не понимаю. Что если я устал, могу давить людей. Так что я не понимаю? Ну, перепутал. Он давит людей осознанно. Ну, какое он перепутать? Ну, я имею в виду, посмотрите. Девочка может перепутать. Я тебе объясню. Вот что такое перепутало. Вот посмотри на меня. Вот ты, девочка, ты садишься в машину с двумя педалями. Одна из них тормоз, другая газ. У тебя нога стоит на газе, а ты думаешь, что на тормозе. Или ты дурочка, или еще что-то, или у тебя полушария какие-то еще. Понятно, да? Но ты не таксист. Я тебе объясню. Что такое таксист? Таксист шурует там по 500 километров в день. По 500 километров в день. У него все эти ноги работают на спинном мозге. Никакого не надо перепутывания. Потому что перепутывание бывает у тебя. Я тебе объясню, почему. У тебя бывает перепутание. Почему? Потому что ездишь, например, 5 километров в день. 5 километров в день ты ездишь. Эля такая. Он тоже ездил всего месяц, как он утверждает, в Москве. По 200, по 500 километров в день он ездит. Какие 200? 500, минимум. 700 километров в день. Значит, этот человек ездит спинным мозгом. Ему мозг вообще не надо включать ни для чего. Он мозги может кроссворды решать, еще что-то. Понимаешь? Спинной мозг. Я тебе объясню. Вот я езжу. Я понимаю, что уже выработались какие-то рефлексы, да, с помощью которых он делает все на автоматизме. Но когда ты устал, вот эта координация прекращается. Абсолютно верно. И несмотря на... У тебя есть рефлексы, они жмут просто не на тебе педали. И ты начинаешь... И ты начинаешь... Нет. И ты начинаешь более вялым становиться. А он предпринимает действия. Он выруливает. Не как вялый человек. Он выруливает направо, как решительный человек. Как решительный. Между прочим. Как боевой человек. С учеными доказано, что люди, не усыпающиеся, более агрессивные и более раздражительные. Пожалуйста. Не может быть раздражительные. Он хотел объехать, но не смог. Да. Хорошо. 73 на 27. Давай к людям обратимся. 73 на 27. 73 на 27. 73% считают, что он нарочито дает людей. 73%. 27% считают, что это абсолютно случайно. Значит, давайте сейчас только секундочку, ребята. Послушаем его объяснение. Этот господин не употребляет алкоголь, как он говорит. Лучше бы пил и курил. Понимаете? Лучше бы пил и курил. Мне кажется, в таких случаях. Но он нет. Он не употребляет алкоголь. Как будто это его извиняют. Он людей... Все правильно. Все хорошо. Никогда в России федерации я никогда не нарушил. У меня все порядки были. На работу тоже. Все мне уважают. Все. Давайте, смотрите. Вы за рулем в Москве ездите... Месяц. Месяц. Да. До момента, как сегодня все произошло, сколько вы были за рулем? 20. Это, честно сказать, 20 часов. А перед этим сколько спали? Ну, Шереметов пошел точно времени, смотрел. Ему подсказывают ответы. Ребята, ему подсказывают ответы. Скажи, олененок Бэмби, что ты был усталый. Олененок Бэмби, скажи, что ты устал, олененок. 20 часов. А вот когда вы ехали... Олененок, расскажи, как ты устал, олененок. Олененок, хотелось бы, чтобы ты рассказал. Почему вы... Давай, ну давай, ну давай. Я не знаю, как будто я хотел тормоз сделать. Еще один там человек хотел пропустить. Я хотел тормоз сделать в другую какую-то секунду. И нажал, газ нажал. Я думаю, тормоз нажал, и не знаю. Ай, нет, ну не надо. Потом уже как бы людей ударить, там пеняет. Потом себе так смотрю, и сразу убегал. Сразу убегать. А почему убегали? Испугались? Испугались, все. Значит, слушай. Эль, давай так, давай так. Ты отнесешься с доверием к моей информации какой-то. Ввиду того, что я водитель. Я не вылезаю из-за руля. Ну, сейчас меньше. Сейчас я на мотоцикле в основном. Но я не вылезаю из-за руля с 83... С 83-го года вообще. То есть в 83-м я сел. Я права получил в 80-м, но ездил мало. В 83-м я сел. И с тех пор, ты не поверишь, в булочную на машине. То есть абсолютно. То есть вообще просто совсем всегда. Пробеги не очень большие. Ну, там где-то по 45 тысяч в год вот были. Сейчас я еще раз говорю. Вот последний год мало, потому что я в город переехал. А так вот по 45-50 тысяч пробеги. Нормально. Вот. Значит, по 30 тоже были пробеги, когда я в Москве жил. Вот по 30, по 32, по 36. Я знаю, что такое машина. Я сажусь на любую машину, абсолютно любую. Кроме, наверное... Ну, там до ГАЗ-66. Не знаю, если фура, наверное, у меня проблемы будут с фурой. Но до ГАЗ-66, до ГАЗ-53 я сажусь на любую машину и просто еду. Вообще не спрашиваю, что здесь, где, какая педаль. Ничего не спрашиваю. Просто сажусь и еду. Не важно, а будет наоборот Мерседес, так сказать, Е-класса, С-класса. Я тоже сяду и поеду. И мне плевать автомат, не автомат, абсолютно просто плевать. Понятно, да? Спиной ехать, мне плевать абсолютно. Понимаешь? Хорошо. Теперь мне, как водителю, ты должна доверять. Чуть-чуть. Я проехал там больше миллиона километров, без сомнений. Вот именно. У вас слишком большой опыт. А представьте себя, как будто вы три года только водите, и только один месяц в Москве с ее движением. Нет, я тебе расскажу, как я водил три минуты. Первые три минуты. В Лубанго на юге, значит, мне говорят, вот ГАЗ-52, вот, значит, у нее двойной выжим, назад с понижением, с перегазовкой, ГАЗ-52, еще с двойным выжимом. Понимаешь, цепление два раза, без синхронизатора. Значит, съездишь на фабрику ГАЗ-52, заменишь пустые бутылки на, на этот самый, ну, на лимонад, ГАЗ-52, вот, или ГАЗ-52, ГАЗ-52, да, по-португальски, извиня, путаю, ГАЗ-52, ГАЗ-52, фабрика-то ГАЗ-52. Я говорю, съезжу, я ехал, я пару раз наехал на бордюр, да, действительно, не вписался, но я был белый, как смерть, значит, испуганный и так далее, но мне мысль, что я увижу ангольцев, это в Анголе было, и поеду по тротуару, никогда не приходило. Наоборот, я обосравшийся весь от страха, я, я бледный весь от страха, понимаешь, это ГАЗ-52, да, с двойным выжимом еще, будь она неладная, понимаешь, бледный от страха, наоборот, гиперосторожный, но где-то, так сказать, в поворотах я пару раз зацепил бордюр, чуть-чуть, чуть-чуть, совсем капельку, вот, значит, это страх, а у него отвага, он выруливает на тротуар, и мы это видим, как он выруливает. Вот эти рассказы олененка Бэмби, это полная ерунда, я сегодня утром слышал, сегодня утром, я сажусь на мотоцикл, и сел рано, я сажусь на мотоцикл, что-то в 5.40, что ли, думаю, ну хрена ли я приеду на работу, еще тут двери закрыты, часто до 6 бывает закрыты двери, понимаешь, думаю, поеду покатаюсь, ну и нафиг, думаю, как же мне поехать, а может по садовому кружочек, по садовому, я люблю яузу, очень люблю яузу, потому что яуза такая, с извилинами, а или садовая другой раз, ну, думаю, сделаю кружечку, вот, значит, вдруг передо мной, вернее, я стою в крайнем правом ряду, на Якиманку сюда повернул, здесь светофор, ждем пешеходов, прямо справа от меня, в притирку, по велосипедной дорожке и по автобусной дорожке пролетает таксист Гетт, Гетт, не Яндекс, на красный свет, едет до первого поворота налево и через двойную сплошную уходит налево, через двойную сплошную, это без 26 утра. Вот негодяя. Да, значит, я думаю, я так думал догнать его и сфотографировать, ну, тогда мне тоже надо через двойную сплошную, тогда мне тоже, мне не хочется, я бы так, если уже сильно надо, так я бы сделал, но не хочется, нет, не буду, зачем это надо. И я потом, когда я проезжаю, мы, нам зеленый, и мы проезжаем, я вижу, что он уехал в эту и там дальше копается, ну, как бы ищет дом, то есть он ищет дом, то есть он не знает, куда он едет точно, у него доставка машины, поставка, значит, или как это, подача, как это называется? Подача, да, 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 значит, подача, для этого он пронесся на красный через пешеходный переход, он не видел, есть ли люди, не видел, потому что мы заслоняли, он мог бы убить человека, он не останавливался, не притормаживал, потом через двойную сплошную на кеманке, автомобиль Гет, такси, значит, я уверен, что там приезжий, я не знаю почему-то, мне кажется, что там не москвич за рулем, почему-то так кажется, хорошо, значит, я поехал дальше, поехал дальше и думаю, мне, знаешь, что стало интересно, думаю, интересно, а там он так и стоит у дома, может быть, посмотреть у какого и может сфотографировать, разворачиваюсь на Садовом, мимо Владимира Ильича Ленина, мимо этой самой республиканской библиотеки, мимо бывшего консульства Испании, выезжаю назад на Якиманку, ну, Ленинский Якиманка, иду, пересекаю кольцо, справа МВД, французское посольство, значит, отсюда, от МВД вылетает три Яндекса, три желтых, у них зеленый, стрелка загорается, у нас зеленый без стрелки, у них стрелка загорается, зеленого нет, у них просто стрелка, стрелка с красным, рассказываю, два идут в крайний правый ряд, а один летит, подставляя мне борт, подставляя мне борт, и если бы я не упирался в передний тормоз на мотоцикле или не предпринял бы резкий маневр в самый левый ряд, то есть если бы было движение, я должен был бы резко затормозить в оба тормоза, а у меня, ну, на ручке и ножной, да, либо резко лечь в тормоза, либо, поскольку движение там уже без 10-6, движения мало, я маневром ухожу влево, подъезжаю к нему, показываю, чтобы остановился, сколько-то едем, он понимает, что я прицепился, останавливается, ну, мы же не расисты, но Мурло у него такое, что мне кажется приезжий, значит, хорошо, ну, как не расист, я скажу, ну, очевидно, приезжий какой-то, да, хорошо, значит, я ему говорю, слушай, а зачем же ты подставил мне борт, выскочив в средний ряд из поворота, почему ты в правый ряд не вышла из поворота, извини, больше не буду разговаривать со мной на ты, как будто я ему брат или друг или пиво с ним пил когда-то, или там обдалбывался наркотой с этой скотиной, я говорю, я тебя не извиню, ну, но ты будь осторожнее, ну, и там добавил что-то такое, что-то добавил, из лексикона, услышанного мною однажды в армии когда-то, ну, может быть, вот, добавил что-то, он хорошо, но надо сказать, тотчас остановились еще красавцы, такие же, как он, вся эта вот эта киргизская езда во сне, вся эта киргизская езда во сне остановилась, еще две машины, чтобы лгать против меня, если что-то случится, понятно, да, чтобы лгать потом полиции против меня, я его не трогал руками, ничего, ничего, просто сказал ему, зачем ты подставил мне борт, зачем ты вышел в мой ряд и подставил мне борт, ты что, не видел, что я еду, а я тебе объясню, почему, потому что у этих людей, чуть не сказал у этих скотов, в хорошем смысле этого слова, у них тяжесть машины, вес машины, означает преимущество, то есть, условно говоря, если он тяжелее моего мотоцикла, то он спокойно говорит себе, да ничего, он притормозит, да я король, он говорит, он притормозит, значит, в их странах, в этих странах вес машины главный, на втором месте стоимость, то есть, если бы я ехал на Майбахе, он бы подумал, что я и тяжелее, и дороже, и тогда меня можно пропустить, но если я ехал на мотоцикле, он говорит, притормозишь, притормозишь, ничего с тобой не случится. Но он намекает, что тебе твоя жизнь дороже. Тебе твоя жизнь дороже, значит, ты притормозишь, то есть, этот скот, в хорошем смысле, я же никого не ругаю его, по-си господи, этот скот имеет в виду, что я не хочу кувыркнуться через его машину, лететь кувырком, разбив мотоцикл, а следовательно, и с необычной, с не стопроцентной выживаемостью, да, то есть, может, я выживу, а может, нет, может, ногу, руку сломаю, а может, нет, может, ребра сломаю, а может, нет, может, будет, там сказать, там, сотрясение мозга, а может, нет, как получится. И он поэтому выставляет мне борт. Вот, собственно, в чем дело. Я шел с небольшой скоростью, если бы у меня скорость была, превышение было бы, серьезное превышение, я бы не успел, может быть, понимаешь, да, а так я успел. Значит, этот скот ровно так ездит, и он ровно создает нам новую культуру вождения, иную, не московскую культуру вождения. После девяти продолжим, давайте в движение. Это не наша культура вождения, она нам непривычна, она нам кажется чуть-чуть экзотичной, понимаешь, необычной, но я уже не успею с движением, ребят, просто посмотрю, сколько там баллов. Четыре балла. Четыре балла, четыре балла. Давайте после девяти. Внимание, внимание! Говорит Москва! Девяносто четыре и восемь. Девять часов столицы, в студии с новостями Сергея Короза. Здравствуйте! В Индерландах водитель микроавтобуса врезался в толпу пешеходов и скрылся. По предварительным данным, погиб один человек, трое пострадали. Инцидент произошел недалеко от места проведения ежегодного рок-фестиваля «Пинг-поп» в городе Ланграфе на юго-востоке страны. Зломышленника ищут, был ли этот теракт, пока неизвестно. Ведомости узнали о планах ввести пошлины на все зарубежные интернет-покупки. Федеральная таможенная служба уже направила в Минфин соответствующее предложение. По информации издания, нововведение предлагается принять через год-полтора. Власти рассчитывают получить в бюджет около полутора евро, примерно 110 рублей, с каждой посылки. Федеральные таможенные службы полагают, что товары для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары. Пошлина должна быть 20% и необходима комбинированная ставка, например, не менее 1 евро за 1 килограмм. Сейчас в Россию можно беспошлино ввести из зарубежных интернет-магазинов посылку стоимостью до 1000 евро в пределах 31 килограмма в месяц. При превышении лимита взимается 30-процентный сбор. Из-за пожара на шахте в Кузбассе эвакуировали 114 рабочих. Пострадавших нет. Как сообщила РИА Новости источник в экстренных службах региона, инцидент произошел на шахте Ярунаковской 8 в Кемеровской области. Уточняется, что эвакуированы все, кто находился в забое. Причины и обстоятельства возгорания выясняются. МОС облзберком ожидает участия в выборах губернатора. Это девяти кандидатов, их выдвинут политические организации. Как проинформировала в интервью РИА Новости глава подмосковного избиркома Эльмира Хаймурзина, это «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Альянсы Зеленых», «КПРФ», «ЛДПР», «Яблоко», «Партия Роста», «Экологическая партия Зеленая» и «Партия коммунисты России». Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Метро Москвы и МЦК поздравили мексиканцев с победой в матче с Германией. Голосовые объявления прозвучали на испанском языке. Такое сообщение появилось в аккаунте подземки в Твиттере. Матч группового этапа между сборными Мексики и Германии состоялся накануне в Лужниках. Немцы, действующие чемпионы мира, уступили со счетом 0-1. Сегодня в программе футбольного первенства три матча – Швеция-Южная Корея, Бельгия-Панама и Тунис-Англия. Курсы валют по Центробанку на сегодня – доллар 62,69 рубля, евро 72,53. В эти минуты в Москве плюс 23. По данным Гесметио, днем в столице воздух прогреется до 27 градусов, дождя не будет. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва». Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8 Реклама Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу – этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Радио Говорит Москва совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь годовалому Семену Потапцеву. Мальчик родился опутанной пуповиной, очень слабый. Врачи поставили диагноз ДЦП. Семен проходил курс массажа и уколов, которые, к сожалению, не дали никакого результата. В пять месяцев очередное обследование показало наличие эпиактивности, после чего развитие ребенка прекратилось. Сейчас Семену один год и три месяца, и он практически ничего не умеет. Малышу необходим курс реабилитации, на который нужны деньги. Вы можете помочь Семену и другим детям, сделав пожертвование на сайте ПодарокАнгелу.ком Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8 Спонсор часа ООО «Боно Компани». Мягкие окна? Да, мягкие окна для беседок и веранд. Защита от непогоды и насекомых. Узнайте больше на 55м.ру или по телефону 8 800 707 50 69. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграем! Поиграем, поиграем! Ранья дров, Сережа! Семеновый рожок! Девять часов шесть минут понедельник. 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Слушай, ты видишь эту новость про Нидерланды, где там, сказать, сейчас только что происходит неприятные вещи? Да, это был срочничок. Да, да, да. В Нидерландах кто-то на машине въехал на микроавтобусе в рок-концерт. И, насколько я понимаю, рок-концерт — это что-то в высшей степени богопротивное. Это пин-поп какой-то. Да. Значит, сейчас я посмотрю, секундочку. Вот оно. Да, да, да. У меня есть. Вот в Нидерландах автомобиль наехал на зрителей музыкального фестиваля. Значит, секундочку. Вот пин-поп в городе Ланграф на юго-востоке страны. Пять пешеходов. Сам он скрылся. Нет, 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 Манчестер. Манчестер и тоже. Манчестер и тоже, но 1 июня. Нет, тут пока предварительные данные. Трое пострадали, погиб один. Угу. Понятно. Значит, я возвращаюсь к нашему спящему киргизскому водителю. Значит, я хотел спросить слушателей, что они об этом думают. Я думаю, я думаю, что, мне кажется, вот я сейчас, так сказать, эти люди склонны к агрессии. Я считаю, что они склонны к агрессии. Эта агрессия может быть не персонифицированная, а вообще общая ненависть как бы. Они полны общей ненависти. Человек, который сегодня, сегодня выставил мне бок, выехав во второй ряд от поворота, от МВД на Экиманку, безусловно, был полон презрения ко мне как к водителю. Ну, презрение, понятно, да? Это человек презирал меня как к водителю. То есть их культура вождения такова, что если я на мотоцикле, а он на машине, значит, я легче по килограммам. А, следовательно, я достоин презрения. То есть я приторможу, раз я легкий. Это их культура вождения, она исполнена презрением. И общая бескультурия. То есть их культура, она неуважение к человеку, неуважение к людям. Перед этим еще раз я видел машину Гетт на Экиманке, которая прошла на красный свет по автобусному ряду. И немедленно после этого пересекла двойную сплошную, ушла влево. То есть это как бы из центра, да? Большая Экиманка из центра, он пересек двойную сплошную. Прошел сначала на красный свет на большой скорости, не оглядываясь, есть ли пешеходы. После чего ушел через двойную сплошную налево. Все это было без 10, без 15, 6 сегодня утром. Вот, это тоже с высокой вероятностью приезжие водители. На такси очень много приезжих, да? Москвичей я вообще ни разу не видел, не знаю. Вот. Но в Гетте, между прочим, сама система экзаменов сложнее, чем в Яндексе. Может быть, я не стану спорить. Значит, после этого, я сегодня столкнулся и с Геттом, и с Яндексом. Перед этим, вот недавно, вот здесь, когда мы выезжаем по Большой Татарской, потом налево вот сюда. Значит, меня не пропустил водитель. Я, позже он встал в пробку, я подъехал к нему и сказал, слушай, а у меня был знак приоритета. Он сказал мне сначала, ну, что-то типа проваливай, ну, какими-то другими терминами, типа езжай своей дорогой. Как-то так он мне сказал. Я ему сказал, подожди, но ты нарушил правила, после чего он начал меня матом. Это был водитель Яндекс. Яндекс, да, мат из окна, там я, тебя и твою маму, и все на свете, и все это, ну, такой ходульный мат такой азиата, да. Азиаты очень ходульно ругаются. Вот, кстати говоря, и кавказцы тоже. Мата нормального от них не услышишь. Он довольно ходульный такой, какой-то не картонный, неправильный мат. Вот, значит, и так далее. То есть они, они полны презрения. Их сущность по тому, как мы с ними сталкиваемся, как водители. Я не говорю, как клиенты. Но как водители мы обращаем внимание на то, что они полны презрения к нам. Они полны презрения к людям и полны презрения к городу, в котором работают. Вот, ну, как бы это мое некое рассуждение, основанное на моем личном опыте. Я думаю, что надо бы их убрать. Но с другой стороны, если их убрать, то такси подорожает. Потому что эти работники, вероятно, экономически выгодны. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Законник. Ну, я как владелец таксопарка хочу прокомментировать. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Дело в том, что на данный момент сейчас бизнес-такси, он, в принципе, убыточный. Да. Как-то за низких тарифов. И владельцы таксопарков, чтобы хоть как-то, так сказать, покрывать свои сдержки, вынуждены скручивать пробеги и продавать трехсоттысячные машины, как тридцатитысячные машины, и нанимать вот таких товарищей из ближнего зарубежья. Да. Мы делали расчет, значит, если таксист работает в классе эконом, на арендованной машине, он зарабатывает при шестидневной рабочей неделе, там практически без выходных и без отпускных, 15 тысяч рублей в месяц. Вот оттуда это агрессия. Плюс товарищи, которые приезжают из Киргизии, зачастую и права-то получали в виде покупки. Поэтому, конечно же, нужно... Знаете, вот можно, извините, законник, можно вопрос? Значит, ну мы с вами, вот как сказать, если мы с вами что-то не умеем и пытаемся имитировать, то у нас с вами два пути. Один из них, прижав уши, тихонечко ползать, правильно? Ну вот я бы, допустим, я пришел к вам наниматься таксистом, предположим, да? А езжу я первый день и два раза до этого проехал где-то, так сказать, там на мотороллере, да? И вы мне говорите, Сережа, ну вперед. Я, законник, я сяду, прижав ушки, как заинька буду ездить. Почему? Мне страшно. Понимаете? А они же ездят, не прижав ушки. Они наглые и они полны презрения к людям. В этом разница. В этом разница. Ну, может быть, но еще плюс, они чувствуют свою полную безответственность. Потому что, ну, что-то произойдет, он себе обратно в Киргизию едет, ключи там бросят на капот или вообще убежат, как это часто бывает. По статистике из 10 машин в классе эконом-3 в тотал уходит, понимаете, Сергей? Куда-куда, извините? В тотал. Из 10 машин 3 в тотал уходят. Тотал, в смысле полное разрушение? Тотал, это не маленькая авария, это полностью машина в негодность приходит. Понимаете, да? Если вы даже поедете по улицам города Москвы и посмотрите количество аварий с участием такси, с учетом обычных машин, вы уже оснетесь. Там процентов 50 будет с участием такси, хотя их меньше, чем обычных машин. Это правда. Я своей супруге вообще запрещаю садиться в желтые такси в арендованные эти эконом-классы. Потому что я понимаю, кто там ездит. Люди по 20 часов работают. И в этом я считаю виноват Яндекс. Потому что в Яндексе нет своих машин. Они, так сказать, дурят, можно сказать, таксистов и таксопарков, да, в живые бизнес-модели, представляете? Да, да. И в итоге вот такая ситуация получается. Здесь я выходил, наверное, после того, как меня отборным хорошим матом обложили. Я, как Суньзы сказал, Суньзы сказал, военачальник, которого можно обидеть словами, плохой военачальник. Поэтому меня словами обидеть невозможно. Но я подумал, что я могу преподнести урок, пользуясь своим положением. Я записал номер его. Там было, так сказать, там 815 на борту. Ну, там буквы какие-то, еще что-то. Я сказал, вот во столько-то в 14.30, номер 815, Яндекс.Такси и так далее, и так далее. В Яндексе меня внимательно выслушал человек, который там, я сейчас фамилию не помню, я с ним в Телеграме переписывался по этому поводу. Он сказал, что мы в любом случае делать ничего не можем и не будем. А значит, если вы у полиции не зарегистрировали этого происшествия, а происшествие в том, что он не уступил по приоритету, а потом обложил меня матом. Ну, происшествия, собственно говоря, нет. Значит, мы ничего делать не будем. Вот у Яндекса разговор короткий. Ко мне, как участнику движения, если я клиент, то Яндекс говорит, мы за вас вступимся. А если вы просто водитель, другой водитель, то вы к нам никакого отношения не имеете, обращайтесь к полиции. То есть меня Яндекс торжественно послал. За что я Яндексу, конечно же, благодарен. Понимаете? То есть Яндекс с ними не работает. Оскорблять других водителей, быть аварийными, быть страшными, быть презрительными к людям, это нормально для Яндекса? Если я правильно понял этот ответ. Да, Сергей, вы абсолютно правильно поняли. Точно так же Яндекс общается и с, так сказать, своими другими клиентами, то бишь таксопарками, водителями. То есть товарищи хорошо устроились, они ни за что берут там 25%. Их ничто не волнует. Для них главное их собственные прибыли. На жизнь людей, на безопасность, им плевать. Пока мы их не ограничим какими-то суровыми законодательными и другими вещами, это просто людоеды будут протестать и дальше. Я обратился, еще раз, я обратился, пользуясь своим положением, пользуясь известностью и социальным статусом. Я обратился в Яндекс, сейчас я могу покопаться и найду в Телеграме этот диалог, но суть разговора в чем? Вы клиент? Я нет. А тогда при чем тут мы? Я спрашиваю, меня спрашивает, большой чин в Яндексе. Вы клиент? Я говорю, нет. А при чем тут мы? Он говорит. Я говорю, ну это ваши. Он говорит, ну это к полиции. Эти вопросы решает полиция. Дорожная полиция. Я говорю, да, но это свидетельствует о низкой культуре ваших водителей, вашего сервиса. Ваш сервис плохой просто, Яндекс. Ваш сервис плохой, вы плохие. Яндекс мне отвечает, нет, нет, а мы эти вопросы не решаем. Мы только вопросы решаем с клиентами. А так идите туда, куда вас послал водитель, который и вашу маму, и вас, значит, сказать. Вот это все правильно. Это все правильно. Правильно водитель сказал. Вот и весь разговор. Весь разговор. То есть ребята действительно полностью бравить. Я бы сказал так, Яндекс бравирует безответственностью. Яндекс бравирует презрением к людям. Если вы не клиент, то идите в полицию. Вот и все. Весь разговор. Ну, с другой стороны, представляете, сколько тогда у них будет жалоб от водителей? Причем не всегда обоснованных. А некоторые просто скажут, ну, я хотел проехать вот там. Яндекс гордится своим презрением к нам. Яндекс гордится презрением к москвичам. Яндекс этим гордится. Я серьезно говорю? Я думаю, что на самом деле многие компании бы так ответили. Я сделал такой вывод на основе своего опыта. Мой опыт говорит о том мне лично и составляет у меня впечатление, что Яндекс гордится презрением к москвичам. Хорошо, секундочку, киргизов, таксистов, да и всех таксистов нужно менять на роботов-автопилотов, говорит Сергей. Ну, может быть. Рядом с метро Академическая три машины перекрыли два ряда в сторону центра 60-летия октября авария. Едет только левый ряд, говорит Денис СТД. Рядом с метро Академическая три машины перекрыли два ряда в сторону центра 60-летия октября авария. Понятно, да? Значит, дальше. Гет лучшие таксисты, говорит доктор Джекилл. Не знаю. Секундочку. Сервис Яндекса хороший, говорит Пыжик. Я не знаю, я не пользуюсь этим сервисом. Я знаю как водитель, и мне кажется, как водителю, что Яндекс презирает Москву и москвичей. Киргиз, конечно, Георгий нехорош. Он, конечно, нехорош, но главный нехороший, это директор Яндекс.Такси, говорит Георгий Сканькова. Вот действительно многие таксисты в Москве жалуются на вот эти тарифы, которые якобы и не позволяют нанимать, ну вернее, хороший профессионал, не пойдут в такую сферу. И тем не менее, в большинстве российских городов мы не будем брать Москву. Вот там гораздо ниже, и почему-то никто не жалуется. Я за прошлый год проехал 180 тысяч километров, я был таксистом, работал по 8-10 часов, но агрегаторы убили все мои заработки, надо работать теперь до 18 часов, чтобы что-то заработать. Я ушел с такой работы, тяжеловато, стаж вождения 25 лет, из них 8 профессионального, агрегаторы убивают профессионалов, рассказывает нам Макс. Ну как? Как так получается? Я не могу сказать, что в Москве какие-то дешевые цены на такси. 25% при отсутствии ответственности только за модерацию, это безумно много, говорит Анна. 25%? А кто это берет? Это, видимо, Яндекс берет. Не знаю, я не знаю этого, но Анна, напишите нам, пожалуйста. Это эффективный частный бизнес, говорит Сергей. Ехали в Питере с таким водителем Яндекса, критично нарушал ПДД, говорит. Баг Юра, критично нарушал ПДД, я сделал ему несколько суровых замечаний, в ответ он что-то на своем бормотал, очевидно, очень неприятное, возможно, оскорбительное. Хорошо, у меня вчера прямо под окнами товарищ на такси, не глядя, со двора выехал прямо в проезжающую машину. Прямо в проезжающую машину. Из машины вышел товарищ из Средней Азии. Так кто был на такси, а кто был на проезжающей машине, скажите, пожалуйста. То есть из той машины, которую били, тоже вышел человек из Средней Азии. Рядом с метро Академическая три машины перекрыли два... Да, это уже было, простите. Москва не для москвичей. Что мы печалимся, говорит великий немой. Когда слышу таксистское нытье про низкие тарифы, не понимаю, а чем тогда живут таксисты в пригородах моего Петербурга, где за все 50 рублей. Не знаю. Шел в левом ряду и справа выскочил, а Яндекс.Таксист оттормозить бы не успел. Выскочил навстречку. А в любом случае, если я выскочил навстречку, я виновник, говорит Алекс. Это правда. Это правда. Надо бить. Это надо бить. Полицейские объясняют, надо бить. А бить не хочется. Ну, то есть, перед тобой вылетает машина, ты не успеваешь тормозить. А ты понимаешь, что ты его бьешь и уходишь на пустую встречку. Но если он доработает еще как бы, ну, там, у него будет мысль какая-то, что надо еще уходить навстречку, и ты его ударишь навстречки, то ты виновник. Поэтому, как говорил мне один полицейский, перед тобой появляется машина, бей, бей. Я говорю, а вот я пытался уйти от него. Он из правого ряда разворачивался через сплошную навстречку, понятно, да? Он прижался вправо, прижался вправо, и пошел в разворот налево. А я, значит, соответственно, пытаюсь повторить его маневр, чтобы не ударить. Понятно, да? То есть, он влево, и я влево, и он влево, и я влево. И все-таки я его коснулся. Значит, и этот самый полицейский сказал, надо бить, бить, бить и все, без всяких яких. Но я говорю, послушай, ну, мне жалко машину, так-то я коснулся, чуть-чуть поцарапался, бампер. А если бы я его бил как есть, плашмя в обе двери и так далее, так я бы, может быть, ну, это могло быть серьезно. Да, он говорит, но ты виноват. А так вот надо бить, тогда будешь не виноват. Тогда ты, тогда все... И мало того, если бы вас вынесла туда, где ехала другая машина, то и там бы вы были виноваты. Да, значит, вот в Шереметьеве прилетают, на прилегающих заправках таксисты спят, везде спят в своих автомобилях. Куда смотрит правительство? А я не знаю. Я не знаю, куда смотрит правительство. Правительство может быть смотрит на какие-то большие темы, какие-то большие, большие, большие. Нас, когда будет возможность переговорить с господином Лексутовым, заместителем мэра города Москвы, мы, конечно, обратим его внимание на то, что эти таксисты грубо нарушают правила, очень грубо нарушают правила. И надо сказать, что госавтоинспекция никак не реагирует на эти нарушения. В основном не реагирует, нет. То есть, казалось бы, казалось бы... Ну, подождите, на всех реагирует, а на них не реагирует. Не может же быть такого избирательного. Ну, не реагирует. Я выехал... Мне надо было пофотографировать с супругой. Я выехал в 4 утра, в ночь, суббота, на воскресенье. Надо было пофотографировать. Просто мне нужно было рассветное солнце. И мы с супругой поехали, значит, она со своим фотоаппаратом, я со своим. Значит, улица Серафимовича около обводного канала была занята... Заняты все ряды, кроме самого левого, гигантской толпой таксистов. Они просто стоят и все. Никакой полиции нет. Проезжающие мимо посты какие-то там, я не знаю, ППС или еще что-то там, ГИБДД, не поймешь. Какие-то... Они пользуются своей привилегией ездить по встречке. Они выезжают на разделительную, чтобы объехать толпу таксистов. Но порядка никто не хочет наводить. Порядок не нужен никому. Порядок не нужен. Еще, чтобы ты поняла. Порядок не нужен. Почему, я не знаю. Нам нужен. А? Нам нужен. А если он нам нужен, значит, ты им должен быть нужен. Да. Надо не Лексутова, а главу московского ГИБДД в студию вытаскивать, говорит Александр Фельман. Ну, вы знаете, на самом деле эти две организации очень... Очень... Близки. Близки. Да. Бориска спрашивает, хорош ли стрит-твин. Стрит-твин это моя мечта. Однажды, когда я буду презирать то, как я выгляжу, я сяду на стрит-твин и буду ездить. Это один из самых симпатичных мотоциклов, который у меня когда-либо был. И, конечно, как первый он хороший. Да. 57-й вот пишет историю такую печальную. Он пишет, что Яндексу и на клиента плевать, таксисты узнают, куда ехать, только когда клиент сел в авто. Меня Яндекс-таксист высадил, сказал, что в Подмосковье не поедет, невыгодно, забирал из больницы. Ни стыда, ни совести. Пишет 57-й. Как байкеры наказывают водителей, говорит мне 22-й. Вы видели, как они бросают шарики от подшипников в заднее колесо автомобиля? Я не видел. Простите, в заднее стекло автомобиля кидают шарики от подшипника. Вы знаете, я не видел этого. Я знаю, что байкерское движение как таковое родилось в Америке в 50-е. Байкерское движение как таковое родилось в Америке в 50-е годы. До этого его не существовало, чтобы ты понимал. Это армия США, вернувшаяся из Европы. Парни, которые возвращаются с войны из Европы. Американцы. Ни русские, ни советские, никакие. Американцы. Они не хотят работать. Им не нравится буржуазное общество. Им вообще не нравится общество. Значит, и они сколачивают банды. Outlaw. Всевозможные банды. И эти банды открывают вот это движение Парут 66. Лос-Анджелес, Чикаго. Где заняты главным образом транспортировкой наркотиков. Они возят наркотики. Чикаго, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, Чикаго. Здесь вот наложивают транспортировку наркотиков и денег, соответственно. Вот. И надо сказать, что их войны с полицией, они легендарны. Они убивали много полицейских. А полицейские убивали их. Они убивали полицейских. И там есть и какие-то полицейские, которые свидетельствовали против байкеров в суде. И их потом брали под защиту свидетелей. Они находили их даже под защиту и убивали вместе с семьями. То есть байкеры вели себя как подобает криминальным структурам. Это были криминальные структуры. Поэтому, конечно, они молотками били стекла автомобилем и фары автомобилем. И делали всякие другие вещи. Байкеры. Мне кажется, что байкеры в Москве это существо вполне себе законопослушное. В отличие от 50-х годов в Америке. Разве нет? Экономика искажена. Отсюда ученик на такси, изломный, уставший водила-эмигрант. Еду на мотоцикле с пассажиром по Ленинградке по эстакаде на трешку в сторону Дмитровки. Таксист перестраивается прямо передо мной без поворотника, разговаривая по телефону. Я ехал сзади. Предъявил ему, что поворотники включать надо. А он сказал, нечего ездить между рядами. Ну и так далее. Это Шнайдер сейчас рассказывает. Хорошо. Значит, я езжу по этой улице каждый день на работу. В этом году изменили движение по полосам. Стало хуже. Вечные торможения. Ребят, мы имеем дело с двумя культурами вождения. С двумя культурами вождения. Одна из которых европейская. Москва. Есть Москва европейская. А вторая неевропейская. Назовем ее неевропейской, чтобы не обижать Азию. Но она в действительности азиатская. В действительности она азиатская. Европейское культуровождение. Характеризуется предусмотрительностью и любезностью. Там можно, так сказать, мы видим, как люди говорят друг другу спасибо. Рукой показывают спасибо. Рукой показывают проезжай. Мигалками показывают спасибо и так далее. Мы видим европейские стили вождения в Москве. Предположим, что подобных людей примерно половина европейцев в Москве. Остальные не сплошь азиаты, а есть просто неотесанные идиоты. Такие неотесанные идиоты. Я говорю здесь абсолютно это комплементарно. То есть я хочу похвалить этих людей. Они хорошие. В хорошем смысле идиоты, в хорошем смысле. Ну и, как это сказать, неоформившиеся личностно водители. Неоформившиеся личностно. Назовем их идиотами просто для удобства. Но они, конечно, не идиоты, они хорошие люди. И есть значительная страта водителей азиатов, у которых презрение к человеческой жизни, презрение к правилам, презрение к человеческому достоинству, уважение только к весу автомобиля, только к весу. То есть если у тебя тяжелая машина или очень дорогая, они пропускают. Это нормально. Когда я сажусь в BMW с дорогой BMW-шной злой решеткой, эти недостойные и неуважительные люди прижимают хвост. Понятно, да? Когда я сажусь, например, на мотоцикл, они считают, что раз я легкий, то я приторможу, ничего страшного. Понимаешь? И презирают человеческую жизнь, де-факто. Мы столкнулись с этим явлением. Это большая проблема. Большая проблема. Просто не умоляйте ее. Это гигантская проблема. Потому что Азия наступает. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8 Половина десятого в столице в студии с новостями Сергей Карауза. Здравствуйте! В Нидерландах водитель фургона врезался в толпу пешеходов и скрылся. По предварительным данным, погиб один человек, трое пострадали. Инцидент произошел недалеко от места проведения ежегодного рок-фестиваля «Пинг-поп» в городе Ланграфе на юго-востоке страны. Зломышленника ищут, был ли этот теракт, пока неизвестно. Ведомости узнали о планах ввести пошлины на все интернет-покупки за рубежом. Федеральная таможенная служба уже направила в Минфин соответствующее предложение. По информации издания, нововведение предлагается принять через год-полтора. Власти рассчитывают получить в бюджет около полутора евро, примерно 110 рублей, с каждой посылки. Федеральные таможенные службы полагают, что товары для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары. Пошлина должна быть 20%, и необходима комбинированная ставка, например, не менее 1 евро за 1 килограмм. Сейчас в России можно беспошлино ввести из зарубежных интернет-магазинов посылку стоимостью до 1000 евро в пределах 31 килограмма в месяц. При превышении лимита взимается 30-процентный сбор. Пожар на шахте в Кузбассе потушили. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в кабеле. Проверку по этому факту начала Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, передают РИА Новости. Из-за пожара были эвакуированы все шахтеры, находившиеся в забое. 114 человек. Никто не пострадал. Пентагон отрицает удар по сирийским военным в ДРС Зори. Авиация США или их союзников не проводила операцию в районе города Букемаль. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в американском Минобороны. Ранее сирийские СМИ сообщили, что ВВС, международная коалиция во главе США, нанесли удар по позициям правительственной армии к юго-востоку от Букемаля. Утверждалось, что есть погибшие и пострадавшие. Их число не уточнялось. Швейцарский теннисист Роджер Федер вернулся на первое место в рейтинге ATP. Это стало возможным после его победы на турнире в Штутгарте. Для 36-летнего спортсмена этот титул стал 98-м в карьере. Прежний лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, испанец Рафаэль Надаль, опустился на вторую строчку, сообщает РИА Новости. Лучшее место среди российских представителей занимает Андрей Рублев. В рейтинге он 32-й. Курсы валют по Центробанку на сегодня доллар 62 рубля 69 копеек, евро 72,53. Выйти минуты в Москве плюс 25. По данным Гесметио днем в столице максимум 27 градусов и без осадков. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. В этот понедельник после 11. Экономист Михаил Хазин. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. В этот понедельник после 15. 4. Искусство. Новости и сенсации из жизни музеев, галерей и аукционов. Искусство классическое и современное. Судьбы художников прошлого и наших дней. Все это в авторской программе Михаила Каменского и Дениса Лукашина. 4. Искусство. По воскресеньям. После 7 вечера. Говорит Москва. 94,8. Объем. Мы продолжаем. 9.35. Я хотел спросить про Москву. Я хотел поделиться своим соображением. Я был вот утром в 4 утра субботы на воскресенье в городе. И очень много объехал. Ну, как-то там много. Ну, во всяком случае, Покровку, Моросейку, значит, Болотный остров весь. Потом, где еще? На Патриках было, кстати. На Патриках вообще могила. Могила полная. В смысле могила? Ну, там просто ни одной живой души. А, никого нет? Ветер свищет. В 4 утра. В 4 утра. Никого. Ничего. В 4 утра. В 5, в 6. Ничего. Ну, это просто ночный понедельник. Гудит Покровка. Нет, это была нет, нет. Это именно на воскресенье. Именно на воскресенье. Гудит Покровка. Адски много жизней. На Мясницкой очень много. Мясницкая гудит. Покровка гудит. Там переулки вокруг просто-просто все забито людьми. Чистые пруды. Полно народу. Ну, люди играют на гитарах. Там счастливые. Очень много молодежи. Такой счастливый. Ну, самый, конечно, самый туза это на Никольской. Никольской, да. Нет, значит, я тебе скажу, может быть, самая туза сейчас в связи с чемпионатом. Но там, значит, полно народу, которые с гитарами там сидят просто в скверах. Просто полный, полный город. Может быть, хорошая погода. Плюс чемпионат, плюс все это. Ну, просто, например, я была и в день открытия на Никольской там в центре. И вот, получается, в субботу я гуляла в парке Горького. Обычно в парке Горького в теплую погоду вообще не протолкнуться. Да. А это даже было, как мне показалось, чуть меньше, чем обычно. В музеоне больше народу. В музеоне побольше. В музеоне тоже много, но все равно, вот, в обычное время не пройти. А сейчас, видимо, в связи с чемпионатом переместилось именно вот на Никольскую. Вот там, да. Там вот действительно вот так, что ты плечами стоишь или идешь к другим людям. И вот эти вот лавочки, многие с которыми уже поломаны. И мусор, который первый раз вижу. Смешная шутка про это самое, про, как это называется, тестер на беременность? Тест. Тест на беременность. Значит, вот этот вот пластмассовый основание теста держит девчонка сейчас в сети. Это, я выложил в Телеграм. Значит, в сети держит она тест на беременность, и там написано, тот мексиканец был армянином. Тот мексиканец. Есть такая же история про итальянцев, что, мол, девушки, не обольщайтесь, не ведитесь на разговоры армян о том, что они итальянцы, потому что Италия не прошла. Ну да, да, иностранцев много. Ты что, это Никольская, Никольская девочка идет так же искать какой-то романтической жизни, или что она делает? Ну я не знаю. Я бы не знаю, девочка, но если бы она хотела, то да, если бы она Никольская. Ну ты, для чего там была? Говори, давай. Я... Стоп, 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 надо на дзен-сознание отвечать. Да нет, да нет. Меня заставили подружки. Подружки. Я не очень люблю толпу людей. Да, нет, секунду. Редко чувствую такое изменение, но было довольно весело. Скажем, слушайте, что Хасаншина снует по Никольской ввиду того, что там много всевозможных болельщиков, значит, и оправдание, отмазка простая. Ну на них, безусловно, интересно посмотреть. Отмазка простая. Меня заставили подружки. Хорошая отмазка, не правда? Да, да, абсолютно, абсолютно неплохая. Нет, я что, прокатила, все, мы поверили, а что тут такого? Да, продолжайте делать вид дальше. И каждая из подружек, каждая из подружек говорит одно и то же. Меня заставили подружки, правильно? Естественно, естественно, одна шла с широко китайской, да, да я не хотела, да позвали. Ну и что, ну и что, кадрёж идет по полной или что там, подкатывают сразу или что? Ну нет. Хватает руками, нет, что? Нет, нет, нет. Ну кто, кого видела, кого ты видела? Расскажи. Я видела очень много бразильцев. Вообще, на самом деле, самые заметные, это вот латиноамериканцы, потому что они, в принципе, южные, они такие шумные, они поют. Вот там, вот, конечно, много с российскими флагами, они тоже такие шумные. Да, бразильцы, перуанцы, мексиканцы. Но, конечно, Мексика, Бразилия и Перу, это прям самые громкие. Потом чуть-чуть поменьше идет аргентинцы, они такие уже поспокойнее чуть-чуть. Ну и практически не видела, очень мало видела немцев. Ну вот так, чтобы с флагами наперевес, они, ну это было начало, они еще не ходили. Ну немцам теперь придется спрятать флаги, на какое-то время. Можно скрутить их трубочкой и засунуть. Ну ладно, потом расскажу. А, значит... Исланцев тоже мало видела. Исланцев мало. Нет, ну они сидели в заряде, они устроили посмот. Да, но это было потом. Да. Нет, приезжайте. Не в открытии, нет. Не в открытии, не в открытии. Да, это было на следующем. Ребят, скажите, пожалуйста, у меня вопрос на телефонное голосование. Скажите, пожалуйста, вот в результате этого голосования, в смысле, в результате этого чемпионата, вы пока видите, Москва приветливый город, мировая столица, Москва приветливая мировая столица. Вот так. Москва приветливая мировая столица. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Москва приветливая мировая столица. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 21, 36. Очень интересно. Ваша позиция. И кто гулял? И кто гулял? Позвоните, кто гулял? Например, с пятницы на субботу, суббота на воскресенье. Кто был на улице? Расскажите. Никто сидит дома, так сказать, там пенсы чертовы, а нормальные люди, которые гуляют. Алла, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Да, вы гуляли? Я каждый день в городе и вижу все, как происходит. Меня только чуть-чуть подбешивает одно. Давайте. Вот весь мир настроен против России, а почему-то наши женщины, прям, это прям заметно. Всегда, всю жизнь. Всегда, всегда. В Советском Союзе главной карьерой женщины было выйти замуж за иностранца. Всегда, всегда, обязательно. Как вы думали? Как вы думали? Вот в этом правда. Послушайте меня. Правда заключается в том, послушайте, очень важную вещь. Я сейчас скажу принципиально важную вещь, но это надо, прямо сказать, там просто выгравировать, мне кажется, в граните или отлить, или как-то у нас это положено. Ребята, значит, вся наша жизнь, вся наша жизнь устроена таким образом, всей планетой Земля, что единственное мерило, что ты чего-то стоишь, это внимание фертильных женщин. Вот я серьезно сейчас говорю. Вы рождены, вы рождены. Там, я понимаю, для того, чтобы посадить дерево, нахрен дерево, родить сына, нахрен сына. Нет. Вы рождены в конечном итоге для того, чтобы заслужить внимание фертильных женщин. Это и есть ваша природная задача. Вы так устроены, вы созданы для этого. И, смотрите, сейчас обращайте внимание, что русские фертильные женщины уделяют все свое внимание иностранцам, что противоречит с вашей точки зрения патриотизму, значит, ваш патриотизм ошибочен. Но он ошибочен. Русская фертильная женщина, это и есть детектор правды. Если она устремляется к иностранцу, значит, русская фертильная женщина, это некий стержень, природный стержень этой земли. Ничего другого, более верного, более точного у этой земли не существует. Если этот главный природный стержень земли, этот смысл существования обращает свой взор к иностранцу, значит, в этом и есть правда. Значит, в иностранце, в иностранном мужчине правда. Пересмотрите, пожалуйста, свои политические, социоэкономические и все остальные патриотические взгляды, в связи с этим главным критерием внимания фертильной женщины обращено не на вас. Вы идете лесом. Это очень важный критерий. Ну, а потом, когда нет, когда на безрыбье, останетесь одни вы. Окей, ей придется, рыдая, в подушку соглашаться даже и на вас. Ну, что делать, да? Да, ну так, это так, это так. Анна в подтверждение ваших слов пишет. Потому что наши мужики некрасивые, жадные и неинтересные. 73-73-94-8. Они, 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 ну, может быть, не знаю. Вы гуляете ночами, вы гуляете ночами, и вы знаете, что Москва приветливый город. Я хочу остановить наше голосование. Москва приветливая мировая столица, 82%. Нет, это не так, 18%. 82%. Москва приветливая мировая столица, 82%. Алла, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Мы на тренировки ехали, значит, я друга подвозил до Павелецкого. И смотрим, перуанцы шуруп купают. Да. Вот, мексиканцы с сомбреро бухие просто в хлам. Да, но они же выиграли. Они, наверное, после Германии или до Германии? Не, это до Германии, прям в первые дни. А вот недавно, прям, когда вчера мы там с ребенком гуляли, с женой, с друзьями, и хочу сказать, что вообще великолепная атмосфера, великолепная, лошадиноамериканские женщины, это конкуренция нашим ребенком, потому что, ну, настолько потрясающе красивые аргентинки и мексиканки. Но очень много сделано. Очень много сделано. Особенно у мексиканки. Вот моя жена заметила. А, в смысле, есть вмешательство, там, дутое что-то, да? Да, да, дутое есть, но я все же хочу сделать такой вывод. Да. Красивые люди, очень многие, это живут на морях и где солнце. Вот по Южной Америке это прям, ну, реально видно. И, конечно, что не только все вот под алкоголем, но главное, что агрессии нет. Это самое главное. Ну, чтобы к девушкам прислали, такого нет. Нет, нет. И чтобы как-то наши девчонки куда-то там либли, я тоже такого не видел. Я тоже не видел. Сейчас еще, знаете, как, что сейчас наши мужики, в принципе, уже женятся на иностранок очень много, потому что здесь у меня есть такие случаи, друзья, там. Я понимаю. Спасибо, 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 спасибо за свидетельство. Ну, ну да, ну да, все вроде мирно. Ну, вот этот вот аргумент про то, что... Бухие мексиканцы, бухие мексиканцы, я вам хочу сказать, что это очень вероятно, что они выпили одну бутылку сухого на 8 человек. И тогда они действительно бухие совсем, совсем, совсем бухие. Это как в той инструкции. Да. Пожалуйста, не пытайтесь перепить русских. Да, нет, нет, они очень, у них коэффициент полезного действия выше у спиртного. У латиноамериканцев коэффициент полезного действия намного выше. Поэтому они пьют меньше, а пьяны больше. Надо сказать, я пил с мексиканцами, очень много пил с мексиканцами. Хосе Гуадалупе Мартинес Гарсия, мой друг, мы с ним столько выпили, боже милости. Но мы также пили и с Антонио Эдельберто Туньон Наварра. У меня был друг. Антонио Эдельберто Туньон Наварра. Де Панама. И вот они выпивали типично бутылку сухого человек на восемь, и были все пьяные. Абсолютно дело доходило до страшного гусарства какого-то. Прыжков из окна, там какие-то песни под гитарой. То есть невероятно все было. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте. О футболе что-то мы не говорим. Ну что, мы перейдем и к футболу. Ну скажите, хорошо, но дайте мне ощущение, есть ли у вас ощущение, что Москва настоящая приветливая мировая столица? Атмосфера великолепная. Я уже побывал. А почему? Вот меня спрашивают, меня звонят из Ньюсуика, американского Ньюсуика. И спрашивают, что нет, послушайте, Михаил, Михаил, дайте вы ответ. Мне звонят из американского Ньюсуика и спрашивают, почему русские столь приветливы, несмотря на всю риторику, как бы такую ксенофобскую последних лет, почему они столь приветливы? Ну это же понятно, это старая наша песня. Все для Запада, все для Запада и ничего для себя. Ну что, риторика была ведь агрессивная довольно-таки. Не, риторика агрессивная, но в таком вот выражении, такого народного представительства, а в Советском Союзе было то же самое, березки, рестораны, все спецслужбы, все для иностранцев. И все, и не все для нас. Оттуда и родился вот этот перекос направленной фертильности, потому что русская женщина, та, советская, она хотела спокойствия, как и любая женщина. И она видела, чувствовала неспокойствие здесь, и чувствовала спокойствие на Западе, поэтому она туда стремилась. Вы знаете, на Западе, вплоть до Сирии, я бы назвал Сирию. Сколько, парадоксально, много русских женщин уехало в Сирию, причем не только из Москвы, а из этих Воронежа и Харьковых, просто сотни, а может быть тысячи русских и украинок уехали в Сирию. Ну потому что предложения было больше. Ну многие уехали и в Швеции, и в Англии, и в Америку, я таких многих знал. Помните, их презрительно называли Ля Питейн, но они были нормальные девушки, которые хотели устроить свою жизнь. И в Витарию уезжали, я все это прошел. Хочу сказать, что футбольная фертильность тоже необычная сейчас у нас на этом чемпионате. То, что я и думал, мексиканцы, которые последние 15 лет... Я абсолютно был убежден, что они нагреют этих немцев. Серьезно. Это команда суперкласса последние 15 лет, кто сидит за футболом. Михаил, можно я заявлю про себя, хоть два слова про себя, а то мне трудно не говорить о себе хотя бы одну минуту. Послушай, нет, серьезно. Михаил, я болею только за латиноамериканцем. Всех старый континент в гробу видал. Пошли к чертовой матери. Значит, в любом матче, где играют латиноамериканцы, я за них. Точка. Нет, Пичарита, конечно, просто потрясающий. Ну, он один из лучших игроков. Вот, и Гектор великолепен. Но мексиканцы действительно в футболе, в футболе, в последней пизанции. Дальше. Как всегда, Исландия показала и 300 тысяч населения. Я был на этом матче. Почему Уткин ругал? Почему Уткин ругал? Почему ругал Уткин? Уткин ругает Исландию. Нет, скажем вам, все. Уткин сказал. Потому что эта страна, она противоставляет мировому мессии и другим великим то, что она может. Это автобус. Но автобус оригинальный. Автобус это такой термин. Да, да, да. Это оригинальнейший автобус. Здоровые ребята. Хорошо уже обращающиеся с мячом. Играющие в Англии. Но каково 300 тысяч населения страны. Команда, конечно, выше нашей на порядок. И, конечно, швейцарцы, которые отборочный турнир прошли просто, фактически, на ура, на 100%. Великолепная команда. И вчера они показали. Они закрыли бразильцев. Да. 30 минут преимущества. Я вам скажу так. Футбольный чемпионат сейчас. Тур еще один не закончится. Ну, потрясающее напряжение. Потрясающее. Да, да. Все настолько великолепно. Ну, я... Вот, знаете, к сожалению, это пройдет. И мы опять останемся с нашим... Ссенофобией, ненавистью ко всему миру и ощущением, что все враги. Да. Ура, ура, ура. Конечно. Естественно. Мы вернемся к сенофобии, ненависти ко всему миру и ощущению, что нас окружают враги. Но это будет не сегодня. Это будет еще через некоторое время. Так что у нас есть в запасе, может быть, недель 6 счастья. Нет, ну, может быть, 4, не знаю, на сколько там осталось. Потом, нет, потому что я тебе объясню. Сразу после того, как закончится чемпионат, приедут Гориллос и Месси Фатак и этот самый... Исландцы, кстати, кто? Калео. Калео, Гориллос и Месси Фатак приедут. Так что еще какая-то жизнь будет теплиться в этой стране чудесной. А потом мы перейдем уже к сенофобии, ненависти и ко всему такому. Правильно? Я, кстати, тоже об этом думала. Я говорю об этом счастливым голосом, потому что мне это все нравится, потому что это обычная синусоида. Слушай, в честь мексиканцев исполним песню. В честь мексиканцев. Мексиканской победы. Латиноамериканцы надрали жопу Старому Свету немцам. Я так счастлив, товарищи, я так счастлив. Мехико. Линдой Керидо. А? Я вчера приветствовал их там на набережной. Мы кричали вместе гол. Гол! 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 Мы кричали по-настоящему. Понятно, да? Рвать старый свет, рвать европейцев к чертовой матери. Америка. Ну, я имею в виду Лас Америкас. Лас Америкас. Лас Америкас. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus peraderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México, lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. México, красивый и любимый. Если я умру далеко от тебя, пусть скажут, что я просто заснул, и пусть принесут меня назад. Лас Америкас. Лас Америкас. К чертовой матери теперь Европу. Правильно? Испохабленная вся, когда опущенная, когда несчастная. Рвать ее, рвать, рвать, рвать. Настоящие Лас Америкас должны показать свои клуки и порвать к чертовой матери этот обиженный, опущенный континент. Правильно? Ну нет, ну что? Виво Перу, виво Мехико, виво Архентина. Что я сказал? Нет, бразильцы сейчас сыграли как-то плохо. Да. Ну, на самом деле, много таких удивительных открытий. Для разнообразия поговорить чуть-чуть о футболе. Слушай, ну что за ерунда про в Мексике землетрясения? Ну, два слова скажу и все. Но я думаю, что это Рейтер дает. Рейтер на самом деле. Значит, Институт геологических атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны. Во время матча национальной сборной с командой Германии на чемпионате мира по футболу. По данным организации Института геологических атмосферных исследований Мексики, подземные толчки были зарегистрированы, по крайней мере, в двух местах Мехико. Я должен сказать, что Мексико, ввиду постоянной опасности землетрясений, весь город обвешан этими датчиками. Это действительно так. То есть там не одна сейсмическая станция, там их просто колоссальное количество чутко реагирующих датчиков. И через 7 секунд после того, как Мексика забила гол немцам, в двух местах Мехико было зарегистрировано землетрясение. Небольшое, небольшое. Вероятно, это были прыжки болельщиков. По-настоящему есть сейчас, публикуется график. Если это неправда, это надо было придумать. Нет, нет, нет. Это абсолютно официально, официально с датчиком, с графиком. Вот датчики, вот кривая, вот прыжки болельщиков. El sismo detectado en la ciudad de México se origino de manera artificial. Вот, пожалуйста, искусственное землетрясение. Но оно небольшое, так сказать, там несколько баллов и так далее, но датчики фиксируют, что вытворяли болельщики. Мне кажется, им надо быть осторожнее, они нам так всю землю расшатают. Ну нельзя, да, Мехико, она такая, она в котловане, то есть в горах и в то же время окружена горами, такая долина. Вот провалится, а потом водички зальет, что мы будем делать? Воздухом, потому что там она окружена, долина окружена горами. Кто был в Мехико? Скажите, ну на самом деле... Александр Ярулин нам пишет, хорошо, что Китай не играет. Хорошо, что Китай не играет, это правда. Нам-то тут близко. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Сережа, здравствуйте. 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 Я вас приветствую, люблю вас. Да, нет, надо любить потом, будем на поминках, давайте по делу. Скажите, вы в Мехико бываете, в Мехико. В Москве открыть побольше кожно-венерологических диспансеров после приезда латиносов. Почему? А потому... Ну почему? Потому что кто их проверяет, когда они приехали? У них что есть медицинские книжки, тем более... Вы знаете, хоть бы русских кто проверил? Я бы русских проверил сначала. Вы знаете, что у нас по СПИДу, что творится по сравнению со всем миром? А по туперкулезу? По туперкулезу по сравнению со всем миром. Я бы очень предостерег латиносов. Вы знаете, что у нас в каком-нибудь Калининграде по венерологическим заболеваниям? Я бы очень предостерег латиносов. Я бы сказал, ребята, по три презерватива надевайте. Латинос. 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 Не, один меховой, это холодно. Куда? Да. А? Я говорю, один меховой. Три презерватива. Латинос. Не надо так относиться к миру, дорогие мои. Мы лидируем во многих заболеваниях. Вы знаете? Мы лидируем не только по количеству разводов. Значит, мы лидируем по туперкулезу, по многим заболеваниям. И здесь нужно быть крайне осторожным приезжим с нами. Потому что они попадают на землю, где, в общем, так сказать, не все благополучно. 7373948. Что такое, я не понимаю? Все звонят мне. По поводу Латинской Америки, что ли? 7373948. А вот, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Сергей, Москва. Здравствуйте. Вы знаете, вот был на матче открытия, сидели рядом с компанией больших мексиканцев. Они болели тоже за нас все вместе. Да. Такое наблюдение. Вот прилетело там больше 50 тысяч граждан США на чемпионатах. Да. Это мексиканцы, которые... Конечно. Конечно. В том-то дело. Вы знаете, что третий по населению мексиканский город Лос-Анджелес? Совершенно верно. Да. Был там летом, заметил. Да. Смотрите. В Мехико, значит, у них есть города. Я не помню второй, если честно. Я не буду врать. Какой-нибудь Гуадалахара какая-нибудь. Значит, есть Мехико, собственно говоря. Есть второй по населению мексиканскому город на планете Земля. Я не знаю, какой. Внимание. И третий по населению мексиканскому город на планете Земля это Лос-Анджелес. Поэтому американцы, которые прилетели сюда, десятки тысяч американцев, это, собственно говоря, мексиканцы, в движении. Подъем в движении. Три балла. Все, баллов не осталось. Баллов не осталось. Очень плохо с двух до четырех по циферблату. Верни мне, пожалуйста, эту штучку. А, конечно. С двух до четырех по циферблату на внутреннем каде очень плохо. Раз. Потом на юге М-2 плохо въезжает. Но так, средненько. Между двумя Шереметьевыми, нет, от второго Химки уже стоят. Химки. Между двумя Шереметьевыми еще ничего. А потом Химки. И, как обычно, да, очень плохо на Новой Риге, которая стоит задолго до Красногорского круга. А так городочек чудесный наш и на Тульске. Только фигово, все остальное превосходно. Да, говорилось, и я повторю снова, у Нагатинского поворота на Нагатинский Затон, на Андропова. Большая пробка, там, говорили, побилось три машины. Три ряда заняли побившиеся машины. Ну, что-то в этом роде. Лучше идите на Тульскую, там тоже ужасно, но как-то немножко поперсепективнее. Новости. Спонсор часа ООО «Боно Компани». Мягкие окна? Да, мягкие окна для беседок и веранд. Защита от непогоды и насекомых. Узнайте больше на 55м.ру. Или по телефону 8 800 707 50 69. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Десять часов столицы в студии с новостями Сергея Короза. Здравствуйте. Нарисовавший карикатуру на Наталью Поклонскую попросит убежище во Франции. Денис Лопатин уже начал оформлять необходимые документы. Он уехал из России вместе с семьей. Изданию «Камчатка.Информ» художник заявил, что опасается уголовного преследования на родине. Свой карикатур он впервые показал в октябре минувшего года на митинге в защиту фильма «Матильда» в Петропавловске-Камчатском. Депутат Госдумы Поклонская потребовала возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих и удалить все изображения карикатуры из интернета. В Киеве предложили использовать чемпионат мира по футболу в своих интересах. Глава МИДа Павел Климкин полагает, что Россия для улучшения своего имиджа может отпустить во время турнира некоторых украинских заключенных. «Такой жест возможен, чемпионат надо использовать, но и дальше надо работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели Россия всех не выпустит», — заявил дипломат в интервью украинскому «Пятому каналу». Ранее президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о посещении омбудсменами двух стран, заключенных на территории России и Украины. В прессе высказывались предположения, что, в частности, возможен обмен журналиста Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Работу шахты в Кемеровской области приостановили после пожара. Специально созданная комиссия будет решать, в какие сроки возобновится добыча. Отмечается, что газовая обстановка под землей в норме. Об этом Реановости сообщили в Распадской угольной компании, которая принадлежит шахта «Ярнаковская-8». Проверку по факту возгорания проводит прокуратура. Из-за пожара на шахте были эвакуированы 114 рабочих, находившихся в забое. Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в кабеле. Израиль обстрелял сектор газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев. В ВВС еврейского государства атаковали 9 целей, принадлежащих организации «Хамас». В официальном сообщении израильской армии говорится, что удары были нанесены в ответ на запуски из сектора зажигательных и взрывных воздушных змеев и шаров. Они вызывают пожары в приграничных районах Израиля. По сообщению Реановости, после этого авиаудара из сектора газа по территории еврейского государства были выпущены три ракеты. Информация о возможных жертвах с обеих сторон не приводится. Курс валют по Центробанку на сегодня доллар 62 рубля 69 копеек, евро 72.53. Выйти минуты в Москве плюс 25. По данным Гесметио, днем в столице максимум 27 градусов и без осадков. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва». Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь годовалому Семену Потапцеву. Мальчик родился опутанной пуповиной, очень слабый. Врачи поставили диагноз ДЦП. Семен проходил курс массажа и уколов, которые, к сожалению, не дали никакого результата. В 5 месяцев очередное обследование показало наличие эпиактивности, после чего развитие ребенка прекратилось. Сейчас Семену 1 год и 3 месяца, и он практически ничего не умеет. Малышу необходим курс реабилитации, на который нужны деньги. Вы можете помочь Семену и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.ком Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. В этот понедельник, после пятнадцати. Говорит Москва. Спонсор часа ООО «Боно Компани». Мягкие окна? Да, мягкие окна для беседок и веранд. Защита от непогоды и насекомых. Узнайте больше на 55м.ру или по телефону 8 800 707 50 69. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа-пастушок поиграет. Ранья, друг Сережа, Всевременно рожал. 10 часов 6 минут. Понедельник, 18 июня. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это РАДИО ГОВОРИТ МОСКВА. ГОВОРИТ МОСКВА. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. И Сергей Доренко, доброе утро. Слушай, мы про футбол не проговорили вообще. Только Михаил сделал какую-то попытку. Давай, давай, посмотрим доллар сначала. Для начала, да? Посмотрим доллар. И потом уже про футбол, собственно говоря, про игру. Я начинаю фанатеть. Ты знаешь, потихонечку. Втягивайся. Я втягиваюсь. Я никогда не втягивался. Но я всегда считал, что это мимо должно. Но я думаю сейчас неожиданно, что действительно это впервые со мной, впервые в жизни, что в моем городе проводится чемпионат мира по футболу. И это, наверное, никогда не повторится. Ну, в моей жизни. Если повторится там через 100 лет, понятно, да? То есть меня это не касается. Поэтому это единственное, это главное событие. Сегодня Москва, столица. Мира, безусловно, да? Столица мира по страстям, по нокалу страстей, по всему столице мира. И это тоже, может быть, никогда не повторится. Москва больше никогда не будет столицей мировой. Может быть, да? Может быть. Может повториться, может нет. Но, скорее всего, высоко вероятно, что нет. И, понимаешь, это на самом деле важное событие в этой связи. 63.23. Я хочу сказать, что рубль падает, видите, да? Мы его видели с вами в прошлую среду на 61... Что-то 38, по-моему. 62, простите, 38. Потом мы его видели в пятницу на 62.66. 62.66. А сейчас мы его видим на 63.25 в эту секунду. 63.25. 73.20. Рубль падает. 73.25 немножко, видите, она... 73.05. Не в 75.50, как была она в прошлой неделе, а сейчас 73.05. И евро-доллар 1.15.70. 1.15.72. 1.15.72. 1.15.71. Вот сейчас. Доллар. Доллар сильный. Доллар сильный. Биток 6.435. 6.435 для тех, кого это интересует. Давай вернемся к игре. Уткин очень обругал Исландию. Он сказал, что Исландия, собственно говоря, занимается тем, что мешает людям играть в футбол. Да? Да. Я Уткина приберегаю. Я хочу ему позвонить. Мы так с ним в полглаза друг за другом послеживаем. Послеживаем в соцсетях там и так далее. И я очень уважаю его точку зрения. Я считаю, что он, конечно, блистательный человек, Уткин. Во-первых. А во-вторых, кроме того, что он блистательный человек, он, безусловно, совсем фундаментально разбирается в футболе. Совсем фундаментально. Вот. И, конечно, я очень хотел... У нас Петр Кузнецов занимается обзорами, касающимися футбола. И тоже очень, так сказать, очень компетентный человек. Вот. Но Уткину я потом позвоню. Не сегодня. Я хочу наших слушателей попросить рассказать, как играла Германия, что случилось с Германией. Ну, потому что действующие чемпионы мира, это всегда важно, да? Действующие чемпионы мира. Ну, вот по поводу Исландии, ремарочку хотела вставить. Меня всегда интересовал этот вопрос, когда начинается этот негатив, и говорят, как Месси не мог забить пенальти, как же так? А я сразу начинаю думать, ну, может быть, был очень клёвый вратарь. И сегодня как раз читала про то, как он готовился, и он специально отрабатывал, конкретно смотрел, как пенальти пробивает Месси, смотрел, куда, как он это делает. Потому что знал, что это будет. Изучал Месси. И это очень правильно, конечно. И мне это понравилось. Я некомпетентна в этом. Но вот этот момент, он мне был интересен. Мне интересно, вот как Германия проиграла? Почему? Почему? Что случилось? Алла, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Сергей. Абдул, здравствуйте, как поживаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, очень много блогеров, но старенько один. Да ладно? Очень много спортивных журналистов, которые разбираются в футболе. Но почему-то они не тренируют команду, а тренируют великолепные трениры. Ну, Уткин разбирается как журналист. А что в команде творится? Это же сложно. Мне кажется, Уткин, ну, скажем так, ведь у нас с вами, Абдул, есть люди, которые к нам приходят и говорят по долгу службы. А есть люди, которые по долгу службы молчат. Да? Одни из них, одни забирают информацию, другие собирают информацию. Но те, которые молчат, что нам про них говорить? Ну, да, да. Ну, Сережа, мы же, как вы журналист, я болельщик, мы же видим все это визуально со стороны. А что творится в базе клуба? Да. И команды, тренеры, он же не идет. Да, да, да. Что-то вытянет. Кто даже допуск практически закрыт. Да. Это же может быть тактика, стратегия. По поводу Германии. У меня такое ощущение, немцы что-то там нам готовят. Я помню, 82-й год, когда итальянцы проиграли, играли, сыграли один даже с Алжиром, но они стали чемпионами мира. Да. Что-то тут немецкая машина, что-то там, ну, вот, вроде, знаете, вроде, ну, вроде, нажимаешь, но едет, ну, он тоже же ехал. А что-то там, что-то, в таких вас, где-то там, справа, на вас наехал, отвернулись, что-то, а потом поедет машина. Поедет, да? Это же немцы. Посмотрим, посмотрим. Ладно, посмотрим. 73-73-94-8. Алло, здравствуйте. Что случилось с немцами? Алло, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Дело в том, что вообще какие-то выводы можно делать только после второго тура. Первый тур, он непоказательный, может быть, совершенно разные варианты. Да. А вообще, муниль начнется только с плей-офф, с одной восьмой. То есть, сейчас, ну, хорошо, ну, хорошо, но ведь, получается, вот можно я скажу такую странную вещь? Получается, что играет в полную силу одна Россия? Или что? Сейчас? Да. Ну, так выходит. Да нет, нет, я бы так не сказал. Ну, одни мы, ну, одни мы по пять лупим, по пять штук лупим за один восьмой. А? Очень слабый соперник был. Да? Да. Ну, а все остальные играют как-то в полнакала. Может быть, что это? Ну, я хочу сказать, бразильцы, за которых я всегда болею, они вчера не то, что не впечатлили, но я думаю, они постепенно будут разогреваться. Да. Дело в том, что команды ставят вообще вот стратегии сохранить силы, как-то сэкономить именно на плей-офф. Вот плей-офф это самая решающая стадия. Я понимаю. А с Египтом нашей сборной тяжеловато придется, мне кажется. Ну, посмотрим. 19-го, да? 19-го? Завтра? Нет, подождите, в среду. Не в среду, ладно? Подождите, подождите, подождите. На антографии. Завтра, завтра. Завтра в Питере. Завтра в Питере. Да, 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 абсолютно верно. Абсолютно. Спасибо. Завтра, завтра болеем за наших. Ну, мы смотрим еще завтра, у нас же тоже выпуск, так что мы завтра еще возвестим об этом несколько раз. Ладно, договорились? Я думаю, что успеем возвестить. Хорошо, давайте еще. 73-73-94-8. Так, говорят, что еще рано играть. Ну, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Сергей. И понял, что немцы в первом тайме, в первом периоде, они просто обалдели от... Они не ожидали, они реально растерялись. Да, да. Они не ожидали. Но и мексиканцы, красавцы, они уже повидели ту скорость, которую они задали в первом тайме. Да, 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 да. Они просто заменились. Вот эти два, они сказали, что мы поставили двух быстрых по краям. Да, и поэтому немцы, знаете, вышли, вот как у нас говорят, на расслабоне, ну как бы в чемпионском звании. Посмотреть, что будет, посмотреть, что будет. Да. Да, они, понимаете, они выдохлись, они не... Да, мексиканцы заметили, что где-то во втором тайме с пятнадцатой минуты, ну они просто сели, все, то есть они выдохлись. Но зато какой они первый тайм выдали. Они немцы просто, они бегали, как... С сальцами. Да, да, да. Да, да, да. И поэтому, знаете как, как у нас говорят, не расслабляться, расслабишься, тебя там сделают. Вот их и сделали из-за того, что они расслабились. Скорее всего... Но это характеризует команду или все-таки это ситуация, которая будет исправлена? Это ситуация, которая будет исправлена, потому что посмотрите, что они какой четкий... Они же задавили мексиканцев во втором, они их исправят, они исправят, это не мексика, машина пойдет. Она реально пойдет. Но я все равно за мексик. Нет, я тоже, я тоже. Я на Кубке конфедерации, когда Мексика против Португалии играл, я там все горе сорвало. Да, наши, наши и все, наши, наши те, кто с душой, давайте так, наши те, кто с душой и все. А машина, машина это машина, а это с душой и все, это разные вещи. Вот, вот правильно, вот. Спасибо, 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 настоящее понимание. Нет, наши которые с душой, конечно, естественно. Зачем нам без души? Без души это мы сами умеем, правильно? Ну, ну не надо их обвинять в том, что они без души. Потому что они показывали лучший результат. Тренеры выводят команды на пик формы к матчам на вылет, поэтому игры в группах не показатель. Хорошо, играет одна Россия, правильно я понимаю теперь? Россия играет, все остальные отдыхают, правильно? Потому что России надо выйти из группы. Нет, Россия, Россия единственная, которая по-настоящему играет. Россия, Россия играет, вот это честные люди, честные. А вас здрасте, здрасте. Доброе утро, Сергей. Здрасте, здрасте. Значит, смотрите, ну, тут такой очень важный вопрос, ведь Мексика не ставит задачу стать чемпионом мира. Ну, почему? Ну, потому что это невозможно. А Германия ставит, и ставят в каждом турнире. Да. И вот этот момент, выход на пик форме к четвертьфиналу, к полуфиналу, к финалу, это вся другая задача, другого порядка. Да. В сравнении с тем, чтобы сыграть три матча в группе на хорошем уровне, которая решает задача сборной России. Да. Понимаете? Да, да. Мы же тоже не ставим такую задачу, нам надо выйти из группы. А немцев нет задачи выйти из группы. Они считают, что они уже выйдут. И отсюда в истории масса отсечек ведущих команд, а даже чемпионов мира, в разных там историях, они из группы не выходили. Именно ошибки не в игре, а в подготовке. И психологической, и физической. И вывод на пик формы в другое время. Вот, собственно, все. Потому что для этих команд сейчас не чемпионат. Это техническая задача, чтобы дальше выйти в плей-ву. Да. И очень много исторических, там, и сборная Франции в 2002-м, там, и те же бразильцы в 66-м. Ну, кто знает историю, это все это самое. Люди, вот, ну, команды, я не знаю, Бразилии, Испании, Франции, Германии, они решают принципиально другие задачи по сравнению с Аргентиной. Ну, я не... Хорошо, кто чемпион? Дайте мне, и все. Я вас... И вы, вы звоните, мы вас знаем, и, Сергей, и вот вы сейчас скажете, кто чемпион? Я вам потом напомню. Слушайте, очень трудно сказать. Ну, хорошо, ну, кто? Ну, давайте. Тем более, вы знаете, почему? Потому что реально, когда задачи по выходу из группы, они будут видны после второго тура. Да. После второго тура можно хоть что-то говорить, кто будет чемпионом. Да. Потому что после первого тура это настолько непоказательным, потому что две победы в двух оставшихся матчах в группах гарантированно... Ну, давайте, на дзен сознание, на дзен сознание, все. Вот, мгновенный вопрос. А на дзен познание, ну, и мои симпатии. Давайте. Мне кажется, что после прошлого раза это самое, мне кажется, что Бразилия, она... Чего они так слабо играли? Почему они расслабились? Почему они расслабились? Опять же, то, что я две минуты сейчас объяснил. Да. То есть не хотели. Ровно поэтому. Не хотели силы тратить. Витамин не хотели тратить. Ну, абсолютно не хотели тратить. Сыгрывались, привыкали к атмосфере. Сыгрывались к полю, к всем нюансам. Может быть, смена климата. Это тоже все для этих. Это же очень тонкие ребята. Это же надо тонко настраивать. Те, кто становятся чемпионом мира. Это все влияет. Я понимаю. Еда, вода, чего угодно. Да, 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 да. Это реально тонкая настройка и тренеров и всех этих подготовок. Это не понимает. Вот Андреас пишет, не Андреас пишет. Продавай БМВ, покупай латиносскую тачку. Значит, я Андреас. Ну, давайте ответим Андреасу. Если что-то надо... Андреас задвинем. Есть... Давайте сравним лошадей. Лошадей. Можно лошадей сравнить? Не машины, а лошадей. Есть Альденбургская, есть Альденбургская, есть Тракенинская. Тракенинская, кстати говоря, кровленая. А есть вот всякие альденбургские... Альденбургская. Такие, без английской крови. Они тяжелые, здоровые, зады у них толстые, такие крупы огромные и так далее. Они такие типичные немецкие. Есть высококравленные немецкие лошади. Ну, как Тракены, высококравленные. А офицерские, как бы они считаются офицерские, поэтому высокоокравленные. Значит, и так далее. И вот мы говорим, а кому испытываешь симпатию? Можно, например, в телегу или в карету поставить немецкую лошадь, но симпатию к ней не испытывать. Не испытывать. Почему? Она надежная, а у нее жопа здоровая. Все у нее как надо. Все как надо. Вот. Но симпатичная ЧКВшечка, симпатичный охалтыкинец, симпатичная арабка или араб, да? Арабы. Они маленькие, такие, маленькие такие, мал клоп да вонючь, понимаешь? Но они интересные, интересные. А это неинтересные. А это неинтересные. Альденбургская неинтересная. Понятно, да? Вот и все, ребята. Значит, когда вы говорите мне про немецкую машину, я вам еще раз говорю. Конечно, с огромной, тяжелой жопой. Мы ставим ее в телегу, как ее называют, в карету. Вообще без вопросов. Конечно, немецкую, только немецкую. Но если вы хотите любоваться, как он там носится, значит, играет и прочее, да? Тогда лучше охалтыкинца или араба. Он карету не потащит. Нет. Охалтыкинец карету, да он упадет через 100 метров, упадет и умрет. И все. И все. Не получится. Вот в этом разница. А вы сами-то на кого ставите? Андреас. Я? Да. Ни на кого. Только на латинов. Латины должны победить. Латиноамериканцы. Ну вот кто? Мексика, Аргентина, Бразилия. Все, я почему? Я просто, я приверженен Латинской Америке. Я просто за Латинскую Америку, точка. Потому что это наши. Это наши. Европейцы не наши. Все, это уже забытое. Ну, кстати, слушатели тоже. Ну, нет, у нас вот Андрей на Испанию ставит чемпион. Ну так. 21-й на Португалии. Испания промежуточная. И Абдул на Аргентину. Испания промежуточная. Она обращена лицом к Латинской Америке. За это она достойна некоторой симпатии, но очень умеренной. Очень умеренной симпатии. Так, чуть-чуть. Чуть не в затяг. Ладно? Мы ей симпатизированы, но не сильно. Договорились? А Латинская Америка это наши люди. Все, точка. Все. Что такое? Я не пойму. 73-73-94. Хотите поговорить про экономику, про пенсии или про что-нибудь в этом роде, а? Поехали. Испания промежуточная. Два раза. Один раз. Долго? Я был долго один раз в Венесуэле. Что-то, может быть, недели три. А потом опять вернулся. Я был в неделе три, потом улетал в Перу, потом опять вернулся. Что такое? Ну вот, а потом я еще был проездом в Каракасе по пути в Боготу. Тоже. Ну что, Венесуэла вызывает во мне смешанные чувства в этой связи. Я хотел сказать. Венесуэла ставит новые антирекорды. Вам же должно быть приятно, насколько у нас лучше в экономике. Смотрите. Мы же друзья с Венесуэллой. Правильно? Это дружеский режим. Они к нам приезжают здесь, там, так сказать, получать миллиарды долларов и так далее от нас. Правильно, венесуэльцы? За счет чего? За счет того, что они против Америки. Они антиамериканские. И поэтому мы даем им деньги. Американские. Мы даем им американские деньги за то, что они антиамериканские. Понимаете, да? Ну, это такая зависимость. Ну, вот. Один доллар США стоит 2 миллиона боливеров. Боливер – это местная валюта. Инфляция превысила в этом году 24 600%. Значит, да, и боливер этот стоил в 13-м году, что-то так, сейчас я найду, 17 боливеров. Доллар стоил в 13-м году, доллар стоил 17 боливеров. Сейчас, в 16-м году он стоил миллион боливеров, миллион. А сейчас, соответственно, более 2-х миллионов боливеров стоит 1 доллар. Это 1 доллар. 1 доллар, понимаешь? Вот. Значит, в мае месяце, в одном месяце инфляция составляла 110%. Ежемесячная, понятно, да? 80% основных продуктов невозможно найти вообще в стране нигде и в столице нигде вообще. 80% основных продуктов. Не каких-то изысканных, а основных, понятно, там рис, еще что-то там, не знаю. Их нет вообще, да? И все. Вот. Значит, несколько, более миллиона человек перебрались в Колумбию, уехали из Венесуэль, просто оставили страну и уехали. Миллион человек в Колумбию за последние 15 месяцев. И продолжают бежать. В Чиле 160 тысяч бежало венесуэльцев, в Перу 300 тысяч венесуэльцев бежало и так далее, и так далее, и так далее. К концу прошлого года, этот год не учитывается, в Венесуэллу покинули полтора миллиона человек. Бегут, люди бегут. Из страны. Ну, если есть куда бежать. Вот. Значит, еще, еще, еще. Да, и падает добыча нефти у них, постоянно падает добыча нефти. Почему? Они не могут ее добывать, потому что все разладилось, все сломалось к чертовой матери. Транспорт в Каракасе бесплатен, потому что нет бумаги для билетов. То есть, поскольку билеты надо печатать на бумаге, а бумаги нет, то транспорт сделали бесплатным. Они говорят, нам дороже печатать билеты. Пока начнешь печатать билеты, выходит дешевле просто бесплатно ездить. И все такое. Уровень безработицы в стране превысил 20%, ну и так далее. Но это, значит, страна падает. И при этом, обратите внимание, с восторгом и восхищением голосует за Мадуру. С восхищением. Я знаю, что он только что прошел через выборы, где он триумфально победил. Вот это прекрасная страна. Я не хочу ничего плохого о ней говорить, но я знаю, что это, конечно, слезы. Это, конечно, страшная ситуация. Ситуация просто страшная. Да, и, конечно, там киднеппинг, и, конечно, похищение людей за выкуп, и, конечно, преступность адская, и, конечно, вооруженные нападения. То есть, это такая уже клоака, где, в общем, армия защищает самое себя. Преступный мир... Скоро просто некому будет платить выкуп. Да, преступный мир владеет всем, чем не владеет армия. То есть, армия и преступный мир поделили, поделили, как бы, территорию улицы. Да, вот на этой улице это держит армия, значит, держит армия. А эту улицу держит преступный мир, значит, и так далее. То есть, это наши сомнительные друзья, как обычно. Ну, в смысле, как обычно, я хочу сказать, что у нас вообще друзья такие, как это сказать, часто недоброкачественные. Ну, такие какие-то они все время, какие-то ущербные. Ну, вот, в частности, Венесуэла. Хорошо, я хотел также вам сказать про пенсионную реформу, если позволите. Всякие выступления в Госдуме, это очень важно. Всякие выступления в Госдуме, что следует ждать послаблений пенсионной реформ, есть не что иное, как способ давления, который ничем не закончится. То есть, это в полный фуфел. Каким образом это давление и на кого? Ну, смотри, значит, есть две фракции, есть две партии в Думе, которые существуют в Думе. Это коммунисты и вот это социально... Как это? ЛТПР? Ну, вот нет, нет, вот Гемеронов. Справедливая Россия. Справедливая Россия, спасибо. Справедливая Россия. Справедливая Россия. Я же начинаю забывать, потому что она выпадает из повестки. Она хочет вернуться в повестку. И Справедливая Россия и коммунисты, они, значит, собираются там законопроектами всякими порушить вот эту пенсионную реформу и так далее, и так далее. Правительство, насколько я понимаю, абсолютно твердое, абсолютно твердое. То есть, это вот ровно будет, вот ровно что сказано, то и будет. Ровно миллиметр в миллиметр. Ровно это. Ну, разве вот эти утечки, которые в СМИ появляются, ссылки на источников, что будет вот это послабление разведка, не говорит о том, что оно будет? Нет. Это говорит о том, что люди, которые, Справедливая Россия и коммунисты, запускают утечки для того, чтобы качнуть как бы эту ситуацию. И вот давай так, поспорим на 100 рублей, не знаю, на доллар, не знаю, на доллар. Давайте. Значит, никаких послаблений не будет, я говорю. У меня есть тоже источники. У меня есть тоже источники. И вот эти источники говорят мне, не то чтобы впрямую, но некая сумма штрихов, если угодно. Знаешь, бывает такая вот штрихами нарисованная картина. Вот некая сумма штрихов говорит мне, что по пенсионной реформе послаблений будет ноль. Ноль. Вот ровно то, что сказано, копейка в копейку будет сделано. И по НДС, и по пенсионной реформе. А если люди выйдут? Люди не выйдут. Я так и знала, что вы это скажете. А я знаю, а я, нет, я знаю, что есть социология. А мне кажется, не в социологии дело. А в социологии. Потому что когда нам говорят, что послаблений не будет А и Б, когда всякие политологи говорят, никто не выйдет, мы такие там, ну и зачем бороться, все равно уже решено, они не выйдем. Нет, 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 есть социология. Есть социология. По разным социологическим вопросам против реформы. От 80 до 92 процентов против реформы, да? От 80 до 91, ничего. Разная социология, да? Значит, все против. И примерно 90 процентов понимают, что эти крайние меры вызваны просто отсутствием денег. Ну иди, ну и сходи. Например, ты смотришь в кошелек, он пустой. Ну там, пусто. Ага. Слушай, давайте требовать, чтобы кошелек наполнился. А как? Ну требует, что? Толку-то? Ну и требует, ну и дура. Потребуешь, требуешь, он не наполняется. Ну и дальше что? Ну и требуй дальше. Хочешь еще требовать? Требуй. Ну его нет там, нет, нет, ничего. Все, скреби кошелек изнутри, ничего нет, нет. Все. Значит, будет ровно, что сказано, вот ровно это и будет. Все эти утечки, просто провокация и попытка влиять полностью бесплодная, к тому же. Внимание, внимание. Внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Половина одиннадцатого в столице, в студии с новостями Сергея Короза. Здравствуйте. В Нидерландах ищут наехавшего на зрителей рок-концерта водителя. Мужчина въехал в толпу пешеходов на белом фургоне и скрылся. Как сообщили РИА Новости, в местной полиции следствие пока не удалось остановить, и был ли наезд умышленным. Инцидент произошел недалеко от места проведения ежегодного рок-фестиваля «Пинг-поп» в городе Аланграфе на юго-востоке страны. В результате погиб один человек, трое пострадали. Нарисовавший карикатуру на Наталью Поклонскую попросит убежище во Франции. Денис Лопатин уже начал оформлять необходимые документы. Он уехал из России вместе с семьей. Изданию «Камчатка.Информ» художник заявил, что опасается уголовного преследования на родине. Свой карикатур он впервые показал в октябре минувшего года на митинге в защиту фильма «Матильда» в Петропавловске-Камчатском. Депутат Госдумы Поклонская потребовала возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих и удалить все изображения карикатуры из интернета. В Киеве предложили использовать Чемпионат мира по футболу в своих интересах. Глава МИДа Павел Климкин полагает, что Россия для улучшения своего имиджа может отпустить во время турнира некоторых украинских заключенных. Далее цитата. «Такой жест возможен, чемпионат надо использовать, но и дальше надо работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели Россия всех не выпустит». Об этом дипломат заявил в интервью украинскому «Пятому каналу». Ранее президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о посещении омбудсменами двух стран, заключенных на территории России и Украины. В прессе высказывались предположения, что, в частности, возможен обмен журналиста Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. В Финском заливе сел на мель сухогруз с удобрениями. Это случилось около острова Сескар в Ленинградской области. На борту судна – 3000 тонн груза. По информации источников РИА Новости, в экстренных службах в экипаже 11 человек. Никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов нет. Сухогруз принадлежит петербургской компании «Северо-западное пароходство». Обстоятельства инцидента устанавливаются. На IT-инфраструктуру для министерств в Москва-Сити потратят 9 миллиардов рублей. Это следует из материалов на портале госзакупок. Поставщиком услуг выбран Ростелеком. Контракт с ним заключила государственная компания «Дом РФ», передает РИА Новости. В IQ-квартал в Москва-Сити переедут сотрудники Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга, а также подведомственные им учреждения. Курсы валют по Центробанку на сегодня – доллар 62,69 евро, 72,53 биржевые курсы выше. Прямо сейчас на московской бирже за доллар дают 63 рубля 61 копейку. Евро стоит 73,63. В эти минуты в Москве плюс 25. По данным Гесметио, днем в столице максимум 27 градусов. Дождя не будет. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва». Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. В этот понедельник после 11-ти. Экономист Михаил Хазин. Вы голландович видели, я нет. Мы их просто стерли, просто стерли. Мы верим в победу нашей команды, мы за Россию. Но Россия будет чемпионом. Около спорт на чемпионате мира. Специальные выпуски. Прямые включения из Саранска. Фан-зоны МГУ и сочинских шашлычных. Герои и антигерои дня. Круглые столы и разбор всех трех матчей сборной России. С понедельника по субботу. После восьми вечера. Я счастлив. Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга». Каждую субботу после 11 часов. Я хотел также рассказать о статье, которая была в пятницу. Но мы не успели в пятницу ее охватить. Уровень бедности в России вырос в 44 регионах из 71. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХ и ГЭС объяснили, почему так сложно будет снизить уровень бедности в России. На основе предварительных данных за 2017 год они посчитали, что уровень бедности вырос в 44 регионах из 71. А снизилась бедность в свою очередь, то есть выросла бедность в 44 регионах, снизилась в 22 субъектах. И важная другая вещь, что и отмечается в этом исследовании, что воспроизводство бедных сопровождается формированием субкультуры бедности. То есть возникает некая субкультура бедности, из которой уже люди не ищут выход. То есть они попадают в некую ситуацию, когда они бедные сколько-то времени, их дух надламывается, они больше уже не ищут никакого выхода. Ну потому что ты каким-то образом притираешься к этой реальности. Ты знаешь все скидки в магазине, ты знаешь, где там подешевле что-то взять, и в то же время у тебя есть некий минимальный заработок. То есть они знают уже, где... То есть ты каким-то образом существуешь. Также изучают, пусть ничтожные всевозможные социальные пособия, вот это все, они изучают все это совсем внимательно. И ждут, несмотря на то, что это ничтожные деньги, и там можно совершить рывок, но они не окончательно себе как бы это запрещают. То есть люди запрещают себе вырываться из бедности. Есть такой а-ля инстинкт. Знаете, недавно было относительно это исследование на собаках. Да. Он как-то назывался, я уж точно не помню, но вроде того инстинкт отчаяния его вот так вот в литературе назвали. В общем, там было три группы собак, одну из этих групп, одна была совершенно чистая, другую, значит, били током, когда она, ну там, при каких-то условиях, и вторую тоже били током. Но у одной из групп была возможность нажать на кнопку и выйти, или перепрыгнуть там через какую-то решетку, а у другой нет, все было закрыто. Их просто били током. И когда их посадили в клетку, из которой можно было спокойно выбраться, и стали бить током, первая группа чистых, они просто перепрыгнули сразу же, вторая группа перепрыгнули тоже, а третья, которая привыкла, что у них нет выхода, они просто садились и опускали уши. Важная добавка, там барьер, барьер был совсем низкий, то есть его можно было не просто перепрыгнуть, а уже перешагнуть, они все равно не шли. Они не шли, нет. То есть барьер, внимание, это очень важно, это была ситуация, в которой барьер был настолько, уже в последнем опыте, настолько низкий, что можно было его просто перешагнуть, он вообще не был барьером, это было просто, так сказать, ерунда, да, некий символ, некий символ, и они уже были обучены удару, и они не переходили даже символ. Алло, здрасте, да, Денис, здрасте, здрасте. Доброе утро, я хочу по поводу бедности. Да, скажите, пожалуйста. По медицине, люди перестают лечить. Перестают лечиться? Да, ну потому что, глядите, посмотрите, есть возможность пройти элементарные, ну, эхо, эхо, кардиограмму, там, УЗИ, суток ног, УЗИ, шеи, можно пройти бесплатно. Можно пройти бесплатно по направлению врача из поликлиники, два-три месяца надо ждать, когда эхо нужно делать срочно. Или заплатите, пожалуйста, две тысячи рублей. Сделайте сразу. У нас, сразу в этот же день, ко мне, пожалуйста, приходите, приходите, и людям проще зубы. Можно сделать, вы не поверите, можно сделать зубы бесплатно. Но записаться заранее? Ну, за полгода, как минимум, и какие материалы там будут, и как, что, это второй вопрос. Лучше без зубов ходить? Если вы Геллеровского когда-нибудь читали, там, вот этот учитель Геллеровского, который там, его бывший моряк. Это называется выученная беспомощность, пишет нам Ксана. Это выученная беспомощность. Я понимаю, а что, лечиться дорого, зачем лечиться? Нафиг надо, быстрее умрешь, и проблем не будет. А, ну, хоронить еще надо, тоже, тоже. Вот правильно вы говорите, лучше, чтобы на корм собак помочь было, и проблем не будет. Ну, вот все, в принципе, что я хотел сказать. Спасибо. А это бедность, покупать конфеты Рафаэлла по 660 рублей за килограмм, сейчас в Ашане, в Кунцеве, Плаза. Я вижу, как они, значит, на последние копейки покупают Рафаэлла, говорит нам Елена из Кунцева. Хожу без зубов и не парюсь, деградация, потому что люди не живут, а существуют как биомасса. Это называется выученная беспомощность, говорит Ксана. 7373948, Алло, здравствуйте. Мне кажется, вот Ксана очень близка, близка к, ну да, ну да. К там, понимаете, да, слушаю, здрасте. Сергей Алексеевич, я вам опыт другой расскажу. Бросают в воду трех мышей, они барахтаются, почти тонут, одной помогают и вытаскивают. Потом опять бросают трех мышей, и та, которая спаслась, остается жива и барахтается до последнего, потому что ее укрепляла надежда, что ей помогут. А борьба с бедностью у нас ни на чем не основана. Люди понимают, что никакой надежды от кого-то дождаться помощи просто нету. Да. Вот и все. Ну нет, хорошо, нет, но можно же как-то изловчиться и самому рвануть. Так нет, в том-то и дело, как рвать-то, люди обстановку-то оценивают, ну, где рвать, когда невозможно. Еще, Сергей Алексеевич, если позволите, важная вещь, которую мне подсказывает Михаил, абсолютно важная, и спасибо, Михаил, это бедные работающие. То есть люди идут на работу, а оплата такова, что они остаются нищими, нищие работающие, вот еще проблема. Правильно, но это все в одной причине, так сказать, завязано. Ну, действительно, люди просто понимают, что вот тебе 20 тысяч платит или сколько там, все. Да, 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 да. Значит, рвать, рвать, это только и двигаться в криминал. Низкая мобильность у людей. Нет, нет, ребят, ребят, есть еще парадоксальная вещь, которая оставляет тебя, которая оставляет тебя без надежды и дает тебе выученную беспомощность. Это то, что ты берешь работу, берешь работу, и ты при этом нищий. Вот это же явление очень русское. Об этом говорила Голикова, когда еще работала в счетной палате, еще на прежнем месте работы. Голикова говорила об этом, если я не ошибаюсь, осенью. Голикова, что заметное, ну, я сейчас не буду говорить сколько, я не помню, но заметное число русских имеют нищету на работе. То есть они работают, и они нищие. Это бедность работающих. Это явление незнакомого. Исчезают мечты, потому что как ты можешь мечтать о каком-то, даже том же лечении, или, например, отдыхе где-то в Турции, да, самым дешевым мы возьмем. Если у тебя зарплата 8 тысяч, ну, о чем ты будешь мечтать? Ты даже дом берешь ипотеку, даже в деревнях берут дома в ипотеку. Вы не думаете, что там... Дома в ипотеку? Конечно. Как это объяснить? Ну, там квартиры тоже, конечно, берут. Ну, в смысле, я имею в виду, что берут ипотеку для покупки дома, и потом ее выплачивают. Сколько? Сколько? Ну, я не знаю. Я хочу сказать слушателям, что ты навестила Россию, да, и Эльвира была в России не так давно. Ты на празднике была, да, где-то там, да? Да, ну, не совсем на празднике, но в районе 12-го, да. Где-то в июне она была в России, да, в отличие от нас, которые в России давненько не были. Да, и что же, ну, расскажи, как там Россия живет, вот интересно. Ну, у нас просто достаточно дорогое село, скажем так, потому что за вторичное жилье Саманное без фундамента брать в районе двух миллионов, ну, там, от полутора до миллиона восемьсот, да? Да. Это как-то много, мне кажется. За Саманное, за Саманное дом. Саманное — это сено с глиной и с коровьим дерьмом, да? Да. Да, значит, это сено. Нет, они очень крепкие, им по сто лет. Какая-то дранка, там дранка какая-то все равно есть, да, дранка, дерево какое-то. Ну, есть. Перекрещенная дранка такая. Такие, да, речки, скажем так. Речки, речки, это дранка, называется дранка, я знал, это слово, я знал. Ну, там просто стены вот такие. Да, толстые. И они, им по сто лет, и они стоят, это один вопрос. Это понятно, это понятно. И такие дома стоят по полтора миллиона и более. Ну, конкретно у нас. Просто мне кажется, что у нас дорого по сравнению с другими. Других есть дешевле. Да. Например, у меня там подруга в Белгородской области, они купили где-то года четыре назад за 300 тысяч. Но это был дом вообще вот без ремонта. Ага. Вот. Ну, и суть в том, что люди берут на эту ипотеку, и когда ты платишь еще там 30 лет ближайших, будешь по 10 тысяч платить эту ипотеку, а потом тебе понадобится взять какую-нибудь там, не знаю, средство для обработки огорода какую-нибудь там этот, или газонокосилку. Сейчас это такой пик моды на газонокосилке у нас. Вот. Ну, и ты опять берешь... Слушай, а покупают газонокосилку для чего? Чтобы делать что? Ну, он косит траву. Да ладно. У нас неприлично, если у тебя на улице придомовой участок зарос, то это как-то прям ужас. У вас что, немецкое село, что ли? Да. А, черт, у них немецкое село. Спокуха, у них немецкое село, это другая тема. Хорошо, я уже думаю, кто там косит траву, не упаси, господи, я такого еще первый раз слышу. Моя подруга, например, учительница, у нее сейчас ставка чуть-чуть меньше стала, чем до этого была, и она получает 13 тысяч. У нее ипотека 10, плюс коммунальные услуги, плюс интернет, выходит в целом, ну, вот это все где-то в районе 14. То есть ей даже вот это покрыть не хватает ее зарплаты. Я понимаю. О чем можно говорить? Ну и так да, ну и так да. Значит, есть смысл, есть смысл в работе или нет, понимаешь? Если я остаюсь нищим работая, все нищие, когда я работаю. Да, но если вы не будете работать, у вас будет каких-то там 5 тысяч этого пособия. Это большая проблема. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Да, значит, бедность, плюс выученная беспомощность, плюс нежелание прорываться, плюс даже когда ты прорываешься, ты получаешь рабочее место, на котором ты остаешься нищим. Вот это проблема или нет, как вы считаете? Значит, несколько лет назад был вопрос социологический, почему в провинции голосуют за правительство, пенсионеры. Объясняют так, что моя пенсия, это гарантированно, а найдут дети работу или не найдут, и на какие деньги, неизвестно. Пусть он лучше сидит при мне, что-то помогает, а мне государство заплатит. Это ужас. 14 тысяч, да, у них пенсия примерно? Да, примерно 14-13, а если ездить за 20 тысяч, у меня знакомый в Москве держит охранное агентство. К нему из Волгограда приезжают на 20 суток за 25 тысяч рублей, и неизвестно, сразу дадут деньги, или потом, когда рассчитаются, он еще занимает деньги, чтобы уехать домой и ждать там этих заработок. Спасибо. Значит, мой рассказ, в Тверской области брал такси и ехал сплавляться. У таксиста, он местный, было 9 кредитов, все потребительские, трое детей, и говорит, что 40 тысяч в месяц тратит на кредиты. Таксист, 40 тысяч, у него 9 кредитов, и из всего заработка он 40 тысяч в месяц тратит на кредиты. И люди закредитовываются все больше, больше и больше. Что значит отменить пенсии? Разве их отменяют? Я вот начал думать, на самом деле отменяют... Ну как, для огромного числа человек эти пенсии действительно отменяют. Что произойдет, ты знаешь, вот с точки зрения правительства, я бы сидел в правительстве, что произойдет в первый год, в 19-й, ну первый год будет 19-й. Просто никто не выйдет на пенсию. Да. То есть полтора миллиона человек не оформят пенсию. Ну правильно, да? То есть потому что, смотри, ну условно говоря, 59-й говорит, да мы говорим сейчас только про мужчин, потому что, ну про женщин своя пенсия тоже такая же. Но, про мужчин, значит, в 19-м году, в 2019-м году подойдет 59-й год, рожденный в 59-м. Они должны пойти оформить пенсию. Они не пойдут и не оформят пенсию. То, что им сказали. У вас будет не 19-й, а 20-й. И хорошо. Они, значит, пойдут в 20-м. Значит, в 19-м году кто оформит пенсию? Ну из обычных, не льготники, а обычные. Ответ, никто. Никто. То есть правительство получает лафу на один год. В 20-м году, в 20-м году, в 59-й уже пойдет и оформит, то есть лафы не будет. А, соответственно, 60-й не пойдет и не оформит. А оформит в 21-м и так далее. То есть получится следующее. Правительство получает один год без новых пенсионеров. Один год. Да, но их будет все меньше и меньше. Кого? Ну, а стандартный прирост пенсионеров в год у них, да? Полтора миллиона. Вот. Их будет меньше и меньше с каждым этим полугодием. Нет. Почему меньше? Ну давай, ну возьми, знаешь, давай просто с бумажкой. Ну давай с бумажкой. Ребят, объяснение простое. Правительство получает следующее. В 19-м году пенсионеров не будет вообще. Кроме льготников. Льготников не считаем. Значит, пошли. Ну вот пошли. 59-й. 59-й. Они в 19-м году не пойдут. Нет. Нет. Значит, в 19-й год нет пенсионеров. Нет. Ни одного. Ну, кроме льготников, еще раз, да? Нет пенсионеров. Нет пенсов. Нет пенсов. Значит, дальше. 60-й должен был бы пойти в 20-м, но не пойдет, а пойдет в 59-й. А 59-й пойдет в 20-м. То есть в 20-м все будет по плану. Да, но должны были пойти и 60-й, и 50-й. Там экономии 2. Должны были пойти 3 миллиона, да? Там экономии 2. А пойдут в полтора. Экономии 2, на самом деле. 2. Давай вот математически считать. Первая экономия. Это количество лет, которые придется платить пенсию, уменьшится. Уменьшится. Потому что люди позднее начнут, значит, быстрее умрут. Правильно? Значит, количество лет уменьшится. То есть экономия 2. Первая экономия. Количество лет уменьшится. Да? И вторая экономия. В 19-м году не будет ни одного пенсионера. Ни одного. Ни одного. Скажите, сколько пенсионеров придут оформлять, кроме льготников? Придут оформлять пенсию в 19-м году. Ответ. Ноль. Ноль. Потому что 19-й, 59-й не пойдет. До свидания, товарищи. Все. Но они пойдут в 20-м. 60-й пойдет в 21-м. Значит, 61-й пойдет в 22-м. И так далее, и так далее, и так далее. Они пойдут так вот. Пойдут, пойдут, пойдут. Значит, они все равно пойдут, эти полтора миллиона. Но есть надежда, что кто-то умрет. Потому что они пойдут попозже. И может, доведется им... Кто-то заработается до смерти. Доведется им умереть, может быть, доведется. Всякое бывает, понимаешь. И здесь тоже опять... Опять экономия. Экономия. Неплохо, да? Небольшая экономия. Да. Но это небольшая экономия, мне кажется. Все-таки большая экономия в том, что в 19-м будет ноль пенсионеров. Ноль. Полтора миллиона человек. То есть целый год ноль пенсионеров. И вот эта фигня и есть экономия. А потом вторая экономия, это то, что... Этот самый... То, что количество лет до жития будет меньше. И, соответственно, будет экономия на этом вот прекрасном деле. Видишь? И родине... Надо послужить родине. Надо послужить родине. Люк говорит, кто умрет? Кто умрет? Люк, надо послужить родине. Иди и умри. Нет, в смысле, это была очень смешная... Демотиватор был прекрасный. Пушкин умер, значит... Восходу. 37? 37. Соответственно. Лермонтов 27. Нет, 27. Лермонтов 27. Гоголь какой-нибудь. А что ты сделал для России? Что ты сделал для России? Ты умер в 30? Нет. Ты умер в 40? Нет. Ну, извини. А что ты сделал для России? Много умирает от 60 до 65. Андрей Андреев. Не знаю. Мне кажется, те, кто дошкандыбал до 60, их потом уже ломом не добьешь. Нет? Мне кажется. Начиная с 60-х годов, рождаемость падала. Соответственно, пенсов будет все меньше и меньше. Вы знаете, наверное, все-таки до 64-го, до 64-го еще довольно много рождаемость была. Высочайшая рождаемость. До 64-го. Потом помаленечку стало скатываться. Вот этот демотиватор. Спасибо. Чехов умер в 44 года. Пушкин в 37. Есенин повесился. Маяковский застрелился. А что ты сделал для пенсионного фонда? И так, наверное. Я не знаю, как сможет найти работу человек 60-х. Вот хороший вопрос. Не сможет. 60-63 лет. Ну сможет, но с даунгрейдом, конечно. Нет, он должен на самом деле, Михаил, человек 60-63 лет должен сидеть на своем месте. То есть как бы не может уходить. Если он уходит, то где он найдет? Он найдет только охранником на автостоянке. Только охранником на автостоянке. Да столько автостоянок не будет. Ну хорошо, а шлагбаум поднимать где-нибудь в коттеджном поселке. Шлагбаум. Это вам хорошо. В столичном регионе есть коттеджные поселки. А где вы в Оренбургской области найдете коттеджные? Ладно. Где там можно? Можно слить? В районе города есть. Есть. По Оренбургам есть. Можно пойти сторожем на автостоянку. Я не знаю. Мне кажется, что это самая блистательная карьера. Нет, ну вот возьмите мою село. Я надеюсь, что я пойду. Я пойду. 4 тысячи человек, да? Да. Ну вот куда они пойдут? 4, что вы так расплодились? У тебя 3 было в прошлый раз, когда ты говорила. Хорошо, 3. Давайте 3. Пусть будет 3. Пусть будет 3. Они расплодились там. Слышь, вот это серьезная тема, между прочим. Было 4, было 3, стало 4. Ага, говори. Поставим мы одного почту охранять. Пока ее еще не перевели в другой район, да? Да. Хотя переведут скоро. Поставим другого. Скоро, потому что у вас не будет почты вообще? Ну нет, ну я надеюсь, что будет, что это все слухи. А, то есть почту собирается закрыть к чертовой матери и все, правильно? У нас периодически все пытаются закрыть, вот, вроде. 4 тысячи человек, но действительно, это 4 тысячи человек, это настолько мало, что держать для них почту, это смешно, мне кажется, действительно. Но она нам нужна? А? Нужна все-таки? Мы там утрейные билеты покупаем. Они покупают, действительно, служат Родине. Ну потому что, а что еще делать? Ну, расскажи, расскажи, расскажи. Моя бабушка сказала, что, она сказала, вы все такие бедные, я должна себе как-то на похороны заработать, буду покупать лотерейные билеты. Правда? Как это умно. Да, я ей говорю, что это ты на 3 миллиона себе золотой гроб захотела? Она хочет выиграть 3 миллиона. Ну там 3 миллиона выигрыш. Она сказала, нет, ну почему, я же не все потрачу на похороны, я совсем немножко себя ставлю. Постоянно будет кутить, постоянно кутить. Я говорю, бабуль, ну вообще-то победитель лотерея может позволить. С цыганями, медведя, да-да-да, Blackjack и девки, да, абсолютно верно. Вот так мы и относимся с юмором. Да, у меня отец 52 года, работает инженером компании нормально. Если человек остался в школе в первом классе на второй год, то к 60 годам он дорастет до охранника. Да, совершенно верно, можно дорастеть до охранника. Но охранник, это типичный даунгрейд тоже. У нас, почему? Охранник это типичный даунгрейд. Слушайте, ну, давайте мы будем в среднюю вот эту школу. Там 20-40 учителей, да? Сутки через четверо, сутки через трое, сутки через трое. Или сутки через двое охранники сидят, правильно? Ну, правильно же? Ну, хорошо, хорошо. Ничего не надо делать, сидит на всех буркой. Я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю. Вот надо, вот это единственная фраза охранника, правильно? Слушайте, ну, возьмите вы пятерых, а остальных куда? Ну, вот эти вот 20, которые у вас были, работали за всю историю. Кто, 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 ну, расскажи мне. Ну, например, в школе 20 учителей. Сколько вы возьмете себе в охранники из тех, кто выходит на пенсию? Вы же не сможете всех обеспечить рабочими местами, в нынешней ситуации. Страна, сейчас я тебе объясню, страна сейчас в предвкушении процветания. Скоро начнется процветание, ты не понимаешь этого. Да, я не понимаю. Скоро она сейчас, я тебе объясню. Я все думаю, откуда она начнется? Оказывается, она с пенсионного смонда начнется. Нет, слушай, скоро начнется процветание. И в этом процветании начнутся рабочие места. И все пенсии пойдут на эти новые рабочие места. Я тебе объясню, мы стоим на пороге процветания. Мы стоим на пороге процветания. Вот это главное, вот это главное же в чем делать. Ну как, ты не слышал? Нет. Здрасте, а ты что? Обещаю. Новости не читаешь? Мы стоим на пороге рывка, процветания. Ребята, мы стоим на пороге процветания. Да, давайте проголосуем. Ваши ощущения. Мы стоим на пороге процветания. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. Мы стоим на пороге процветания. 134, 21, 35, да. Так и есть. Процветание, экономическое процветание. Страна стоит на пороге процветания. Подожди, что у меня происходит? Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. Сколько мы стоим на пороге процветания? Все ваши выводы о том, что будет, ложны. Потому что они исходят из застоя. А мы стоим на пороге процветания. Понимаешь, о чем разговор? Понимаю, потому что когда я спрашиваю себя, смогу ли я найти работу в 60, я сейчас отвечаю, нет, я не смогу найти работу в 60. Ты стоишь, ты стоишь, ты стоишь как Буратино у нарисованного камина, стоишь как Буратино, а там волшебная страна. И мне надо носом проткнуть этот баллокат. Ты стоишь и говоришь, ты стоишь и знаешь, папа Карла говно, говоришь ты стоишь. Папа Карла говно, говоришь ты. Я говорю, папа Карла, я не пойду в этот очаг. Нет, он лузер, он лузер. Папа Карла лузер. Карабас-барабас чудовище, говоришь ты. Правильно говоришь? Ты правильно говоришь, правильно говоришь. правильно. Почему? Ты основываешься на своих знаниях о действительности. Но рядом с тобою нарисованный этот огонь, и за ним дверь в светлое будущее, где, а-а-а, там феи поют, и все. Счастье. И мы так стоим. Мы, нация, мы. Мы тупые просто, мы не понимаем. Мы думаем, что жизнь состоит из Папы Карла и из Карабаца-Барабаза. Стоим на пороге счастья. Счастье. Счастье. Мы займем двери, которая ведет нас в длиной мир. Нет, мы, конечно, надеемся, но там, скорее всего, поле для дураков. Надо надеяться. Точно знать. То самое, где закапывают деньги. Точно знаем, что там счастье. Точно. Мы стоим на пороге процветания. 134-27-35 да, 134-27-36 нет. Позвоните, пожалуйста, по этим телефонам. Ладно. Значит, секундочку, секундочку, секундочку. О, Господи, что это я выкинул? 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. На пороге процветания. Вы чувствуете, как вы стоите на пороге процветания? Это мы, да. Стоим мы уже давно и ждем, когда рванем. Да. Я про подсчет пенсии. Вы когда считаете, вы смотрите, что 59-й выйдет 60-м, а 60-й выйдет через 2 года добавляет, а следующий через 3. Как-то. Потому что через 4. Так это и есть 2 года. Подождите, подождите. А правильно? Не, не, неправильно. А-а-а. Вот вы там какого? 62-го, 61-го. Например, наверное, слушай, слушай, слушай. Действительно, они каждый второй год получают лафу, да? Конечно. У них это... Они 5 лет себе эти вот эти сразу забирают. А-а-а. То есть у них 5 лет будет ни одного пенсионера? Конечно. Они будут идти, там те будут приходить, которые 59-й придет, а следующий через 2, а потом через 3. А-а-а. Жизнь наладится. Вот и процветание. Вот и процветем. Вот и процветем. Я останавливаю это голосование, прекрасное товарищи. И вот вам результат. 10% утверждает, что мы стоим на пороге предсветания. 90% считает, что это не так. В движении. Подъем. В движении. Жан, открой я тут свое движение, а? Мои прекрасные два. Да-да-да. Вот у меня тоже. У меня 4 балла, но я не знаю, у тебя, наверное, как меньше. У тебя 3. У нее 3, у меня 4. Яндекс, потому что они любят Mac, MacBook. Поэтому MacBook плохо работает. На Яндексе. Ну, так бывает. Хорошо. Значит, у меня теперь опять 3. И трудности в основном я вижу по МКАДу. Потом, когда мы переезжаем в город, мы видим, что в городе более-менее все прилично, и Кремлевская, наверное, чистая. Вообще, вообще приличненько так все это. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 18 июня. Побьем. Спонсор часа ООО Бона Компани. Мягкие окна? Да, мягкие окна для беседок и веранд. Защита от непогоды и насекомых. Узнайте больше на 55m.ru или по телефону 8 800 707 50 69. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8 11 часов столицы в студии с новостями Сергей Короза. Здравствуйте. В Нидерландах ищут наехавшего на зрителей рок-концерта водителя. Мужчина въехал в толпу пешеходов на белом фургоне и скрылся. Как сообщили РИА Новости в местной полиции,